Рамис Баке, welcome. Я вот майор финансовой полиции. Опять полетят камни в меня. Рамис, а ты дерзник или нет? Надеюсь, папа мой не будет до конца смотреть этот эфир. Сейчас будет завал. Город завалится. Я виноват. Дайте три дня, исправлюсь. Были сотрудники недовольны вашей работой. Кстати, меня идиотом они называли, блин. Еще есть информация про ваши блоги, что? Я умудрился испортить с некими депутатами отношения. Не трожь племянника. Не увольняй. А он тупой. Он реально тупой. Вы для себя определили миссию жизни? Ликвидируй коррупционные схемы все. Касательно дорог, кстати. Я сейчас в вашей передаче всех подписчиков потерял. Народ требует прозрачности. Я понимаю. Я правда попытался быть честным. Я сказать правду. Всем салам, друзья. Это Лайтс-подкаст. По плану, хотя мы думали, что этот выпуск будет на канале Мерзмат-Влог и на крысском языке. Но дабы не получить большой охват, а получить глубинную беседу в формате подкаста. Решили все-таки этот выпуск сделать на русском языке. И гость тоже согласился. Кстати, у нас в гостях патриот нашей страны. Также образцовый сын азербайджанского народа. Рамис Алиев. Рамис Байке, welcome. Спасибо, что пригласили. Все хорошо. Прямо после этих слов не знаю. Придется с вами всю правду говорить. Формат встречи для меня новый. Я, честно признаюсь, в таком формате и в такой беседе я впервые. Ну, посмотрим, куда это все выведет. Я лично от себя могу сказать, что я вас знаю как ярого патриота нашей страны. Ваша гражданская позиция мне очень импонирует. Давайте так, для истории. И да, я азербайджанец. Я азербайджанец по национальности. Мы, наш вот весь рот Алиевых оказался в Кыргызстане. Здесь это согласно сталинской репрессии. Вот, наверное, помню, 33-37-е годы. В те годы моих прадедов выслали. Часть это в станцию Чу. Это Казахстан, влез отсюда. И часть это город Кант, город Бишкек. Так и мой рот оказался в Кыргызстане. Я уже вот в определенном поколении кыргызстанец. Да, свою деятельность начинал здесь. Окончил школу среднюю. Уже здесь окончил школу. Карьеру свою начинал сотрудником налоговой инспекции. Если по хронологии, два года налоговой инспекции. После налоговой инспекции 9 лет это финансовая полиция. Это начальник отдела по особо важным делам. Нормально так, 9 лет, да? Да, 9 лет. Я вот майор финансовой полиции. К сожалению, подполковник остался там буквально. Обидная тема для меня отдельная, да. После этого я еще и был директором СОК «Локомотив». Такой есть спорткомплекс, ледовая арена, может быть, знаете. Там был. И после этого был начальник управления железнодороги. После железнодороги директором МП «Тазалык». И вот теперь в своей карьере я вице-мэр города Абишкек. Заместитель мэра города Абишкек. Это если говорить о карьере. А сами вы как себя позиционируете? Как себя видите? Ох, это очень сложный вопрос. Я знал, что вы можете задать такой вопрос. На самом деле до «Тазалыка» однозначно я себя видел только правоохранителем. Только я… Ну, знаете, такая есть у нас. У оперов есть такая фишка. Они сейчас поймут. Все, вот мы опера. Мы всю жизнь и будем операми. Бывших не бывает. Но, оказывается, потом, когда ворвался в мою жизнь «Тазалык», это все поменяло. Все полно. Я никогда не думал, что я буду заниматься темой чистоты, вывозом мусора, какими-то нормами накопления. Я и представить себе не мог, что я могу сажать какие-то деревья. Я думал, ох, сейчас, наверное, плохая шутка будет, но я скажу. Я думал, я людей сажать могу, а вот оказалось… Вот это вы хотелось. Оказалось, я еще и деревья сажать умею. И вот вылилось, во что это вылилось. То есть, большую часть жизни, осознанной жизни, более взрослой жизни, вы себя видели правоохранителем. Да, да, да. Я еще и собирался вернуться. Я собирался однозначно продолжить свою карьеру. Я все хотел подполковника, полковника получить. Но «Тазалык» нарушил все эти планы. «Тазалык» ворвался в мою жизнь, перевернув все сверх на голову. Ну, это и, как вы читали, это и популярность пришла благодаря «Тазалык». Люди узнавать меня начали как директора «Тазалык». И сейчас тоже. Сейчас тоже, вот даже пока мы ждали, настраиваются пока ваши камеры, люди подходят. «Тазалык», «Тазалык», «Тазалык». Ну, да, «Тазалык». Тут круто работаете, молодцы. Да, хотя… Но я горд тем, что я проработал в «Тазалыке». И сейчас зачастую я, когда представляюсь, я представляюсь как «Тазалык». Полтора года работали. Да, полтора года работаю в «Тазалыке». Я однажды видел, что вы в каком-то интервью, либо в своем контенте рассказывали, как принимали эту должность. Вы сходили на общий сбор диаспоры, азербайджанской диаспоры, когда вот все «Ахсакалы» собрались, и там, вы, наверное, сами сейчас не помните, я вот это помню, я вам сейчас расскажу. И там вам сказали, «Рамис, ты азербайджанец, и чтобы лицом грязь не только себя, но и наш народ не ударить, если будешь решаться и принимать эту работу, подходи очень серьезно, очень ответственно, потому что накануне только твоя личность, а лицо всего нашего народа». Помните такое? Ну, да, но немножко в другой форме, в другой форме это было. Это разговор, который был не раз, а много раз бывает. Это разговор между мной и моим отцом, это я давал интервью, у меня спрашивали. Это вот, это еще с фильм Пола идет. У меня, например, родители бизнесмены, бизнесмены, родственники там, и братишка, и сестренка, они все бизнесмены в бизнесе. И один я пошел в МОН службу, в госслужбу, и вот этот разговор между мной и отцом, я об этом говорил, что да, отец постоянно говорит о том, что смотри, подведешь не только себя, а вот как бы, вот как вы говорите, представители азербайджанской национальности. Раз сейчас ты стал приметным, раз тебя, посредством тебя могут узнать других азербайджанцев, хорошо работает, плохо работает, поэтому нужно быть аккуратнее, нужно быть ответственнее. Это вот все между отцом и мной в разговорах. Да я это и сам понимаю. Почему я так запомнил, что было какое-то собрание с этим Сахсакалом, либо с Диаспорой что ли? Нет, это я вот давал интервью. Я не помню, какому агентству, но я говорил про семейные отношения. Все-таки с отцом, оказывается, только эта беседа была. Я еще знаю, что, вот, например, я в Турции учился, и я знаю про этот период переселения. Это были не только азербайджанцы, переселения при Сталине были касательно еще и турков. Это вот мисхетия, мисхетинские турки и азербайджанцы. Но это же очень близкие народы, в принципе, это крызы казахи, можно сказать. Да, вы абсолютно верны, турки и азербайджанцы это близкие народы, и языковая группа одна. Ну, грубо говоря, это один и тот же народ, если очень глубоко копнуть. Я не историк, чтобы сейчас заявлять, но это очень близкие народы. Есть много выражений, когда говорят, две страны, одна нация, и кемиллят, бирмиллят. И кемиллят, бирмиллят. Да, и кемиллят, бирмиллят. И вот под переселение попали многие, многие националисты. И чеченцы были. И чеченцы, и карачайцы были, и кабардинцы были, и у нас и немцы были часть, но это немного позже. Это вот с территории нынешней Грузии, да, с Хмисети? Это лично наш род с территории нынешнего Азербайджана, там с горной местности, оттуда был переселен в две деревни. Две деревни, это вот где станция Чу, Казахстан, сначала туда, а часть, это уже в 1937 году. А в 1933 году, немного ранее, другой род был переселен, это вот где Кант, город Кант наш. Но так и оказались, так и оказались здесь. Вы эту тему изучали, интересовались? Да, интересовался, изучал, тема раскулачивания была, но в то время, кто по тем меркам богатые люди. Богатые люди были и кулаки. Локальные аристократы. Да, локальные аристократы, и мне это даже где-то, где-то это приятно, где-то это льстит. Я говорю, а вот смотри, это что, мои прадеды были там богатыми людьми, которые... Но иногда, вы знаете, это оказывалось, что там за три коровы человека переселяли. Поэтому здесь надо более внимательно подойти к истории. Я думаю, у вас какие-то данные, изучения, какие-то мысли есть касательные? Я честно сказать... Вы же уже потом родились, выросли, вы уже как... Да-да-да, это еще уже мои родители, мой дед, они родились здесь. Прадед, значит? Прадед, прадед. Это речь идет о правиле, это 37-е годы. 37-й год. Вы знаете, потом, я, конечно, никогда не забывал, и не забываю, что я азербайджанец, я горжусь тем, что я азербайджанец, но так получилось, что волей судьбы... Я в Азербайджане-то был один раз всего в жизни, и то это по работе во времена службы финансовой полиции, это конвоирование было за заключенным, летал туда, это единственный раз было. Я, конечно, я особо и сам не верю тем людям, которые вот днем и ночи говорят, я патриот, патриот, вот там, мамульки, ты чуя, я лечу, я не знаю, правильно поймут или нет зрители. Вот таким людям я обычно стараюсь перепроверять их. И грусть тебя бить, что я супер-патриот не хочу, но, но, вот, пользуясь вот этой площадкой, я, конечно, патриот Кыргызстана себя считаю. Хотя, говорю, вот кто-то говорит, надо к ним прислушаться. Ну, опять же, да, слова, это хорошо, за счет слов мы что-то уже понимаем, но еще важнее, кажется, кстати, психологи через тело читают, это профайлеры, да, язык тела. А еще важнее, я думаю, все решает действия, результаты наших действий. А по результатам, благо, у вас результаты неплохие, я бы сказал, очень хорошие для нашей страны, полезные. Конечно, есть критика, есть, там, и хейтеры, наверное, к этой теме подойдем. Да, хейтеры есть, и критика есть. Я вам, если вы хотите, я вам могу даже вот недавний пример привести. Я нахожусь в Узбекистане в командировке был, вот, две недели. И вот в отеле сижу, и какое-то видео я вот опубликовал, а, по закупке техники. И один парень, он будет смотреть этот подкаст, он подписчик мой, но хает меня страшно. Ты пиарщик, блогер, там, ты такой-сякой. Я обычно стараюсь не отвечать, но здесь я зашел, смотрел, да, вроде адекватность, семья, дети, вроде прилично одеваются. Аккаунт настоящий. Да, да, аккаунт настоящий, не бот. И я ему пишу. Я говорю, давай поговорим. Правда, я ему написал, он мне, о, Рамисбаке, Аликсалам, Ханайс, ты, я говорю, подожди, подожди, подожди. Ты меня называешь этим. Давай я тебе два-три примера приведу. Вот просто два-три. Ты говоришь, что я блогер. Хорошо. Допустим, блогер, допустим, пиарщик, допустим, там, я не знаю, там, тщеславный эгоист. Пусть будет все. Давайте пару примеров приведу. Тазалык в лучшие свои годы, в лучшие свои годы собирал 20 миллионов сомов в месяц. Это вот предел, пик, когда декабрь месяц, люди все оплачивают. Сейчас сборы 65 миллионов. Наконец-то за всю историю первый раз Тазалык погасил свои долги. Соцфонд 95 миллионов, когда я прошел в МП. Сейчас он ноль. Ноль абсолютно. Остались 5 миллионов. Они бывают накопительных этих долгов. Это были долги старые. Первые в истории 1200 контейнеров купились. За свои деньги. Первые в истории три машины купились. Первые за свои деньги. Ну, если кто видел там здание, помещение, сейчас посмотрит, я могу вам фотки откинуть, можно их оставить до, а не после, я вам покажу. Я этим даже где-то хвастаюсь. Выглядитесь, это же это тоже. Да, это мы, я так понимаю, заслуга той команды, которая пройдет. Все команды, там целая команда, там и руководство мэрии есть. И непосредственно новая команда, которая пришла, проработала. И вот я этому парню говорю, вот каким бы я не был самовлюбленным эгоистом, каким бы я не был там... Нарциссом, да? Да, нарциссом. Ну, согласись. Ну, я же отпахал, я сутки, я долги закрыл. Предприятие в плюсе. 7 миллионов в плюсе предприятия. Ну, никогда не было же она в плюсе. Предприятие там с 2008 года, по-моему, создалось предприятие. Кстати, что интересно, представляете, день рождения Тазалыка, 19 августа. И у меня 19 августа, представляете, какое совпадение. И вот, я этому человеку говорю, говорю, ну разве я заслуживаю того, что ты мне пхаешь, меня пишешь? Ну, он, конечно, извинился, он говорит, извини, я вот не знал. Я говорю, а почему? Ну, вот мне бы сейчас предложили бы любого другого человека, сказали бы, ну, ну, пускай он будет там возгладить какое-то ведомство, он его прям из кризиса вытащит, но при этом он будет снимать какие-то видео. Хотя по съемке видео там у меня отдельное, я готов отдельно поговорить. Перед народом мы должны отчитываться, мы должны пока сработать. Хорошая она, плохая, какая бы не была. Мы можем. И вот, вот про хейтера вот так. Редко я реагирую на это, редко реагирую, потому что, как говорит мой друг, ты сам правила игры задал такие, что, ну, теперь будь добр, соблюдай. Раз уж в открытость, в прозрачность пошел, тогда будь последователен, да? Ну, интересная работа, блогерская, я имею в виду. Где-то месяцев 3-4 назад Гульзат Маунтпек делала, там какой-то хайп на каком-то мероприятии был, и она заявила, что блогеры будут править миром, они будут президентами, они будут там руководителем. Я частично с этой мыслью согласился, но я чуть перефразировал в своем контенте, я сказал, что всем придется становиться блогерами, и госпредставителем, и бизнесу, и основателям, и менеджерам, потому что народ требует прозрачности, народ требует взаимодействия со своим комьюнити, то есть особенно ответственным лицам, которые ведут, которые призывают в определенных направлениях развиваться. И благо нынешней тенденции тому доказательств, что каждому приходится вести работу со своими комьюнити, со своими последователями, подписчиками комьюнити, сообществами, и это часть нашей жизни, сейчас, наверное, нам всем придется, не придется, нужно уметь этим наслаждаться, наверное, как-то. Однозначно, мы, я говорю сейчас про нас, про государственных муниципальных служащих, мое личное мнение, мы обязаны, мы просто обязаны быть где-то, где-то, вот только правильно поймите, вот где-то в какой-то степени блогерами, для чего это нужно? Во-первых, это отчет, отчет перед народом. Вот представляете, этот отчет, он может на руку сыграть, наоборот. Вот прихожу я в автозалы, в один момент я решаю, вот как раз, помните, там люди встали против, в один момент я решаю уволить порядка 30 человек. Я понимаю, сейчас будет завал, город завалится, район завалится, я понимаю, что будет диверсия, я понимаю, что сейчас водители не выйдут, там, третья, все, я, конечно, предупреждаю руководство, руководство подержало, все, давай, только вот очисти систему, вот чтобы вот она пошла. И вот в один момент утром вот эти 30 человек все прощаются с работой, два района, Первомайский, Октябрьский, там вот здесь, в прошлом году завалились, мусорки завалились, у меня водителей нет, грузчиков нет, все завалилось, все страшно, мы еле-еле, да, конечно, я не могу объяснять все внутренние процедуры народу, но, я вот могу вам ссылки скинуть, вышел, открыто, говорю, я виноват, дайте три дня исправлюсь, я этот мусор уберу, три дня мне нужно, люди, и потом я читаю комментарии, народ понял, народ понятливый, говорит, ну ладно, ну давай, убери, но больше так не делать. И так произошло три раза, пока я не вычистил весь этот червь, который там блокировал все эти процессы, вот который не давал с 20 миллионов поднять на 67 миллионов, что помогло, блогерство, просто выйти, открыто сказать народу, вот есть вот такая проблема, да, конечно, будет негатив, конечно, будет негатив, где-то там 100% скажет, да, красиво говорит, он там блогер, все понятно, но сознательная часть, сознательная часть все понимает, поэтому я считаю, что нам, чиновникам, нужно научиться, нужно научиться предоставлять информацию, но... В формате блогерства, либо через свои социальные сети? Абсолютно верно, и вы знаете, вы же понимаете, что вот информация та, которая предоставлена, есть же две подачи информации, вот сейчас выйти в костюме в галстуке, там, и объявить народ, да, официально, вот проложено сколько-то километров там дорог, туда сюда, вот оборот, вот все прям, это сказать, и вторая есть фишка, это выйти, ребята, а вот эта труба, а это отсюда идет, а это вот сюда идет, вот так мы хотим обидеть, мы же понимаем, что это эффективнее, это интереснее, это интереснее, когда ты выходишь, вот так нельзя, курить нельзя, окурок с окна выбрасывать плохо, это плохо, не он мне нужен, не хайп нужен, хотя может в какой-то мере, хотя может быть там, да, мы тоже там. Какой вы откровенный, ну да, это же правда. Это правда, да. Всем нам хочется внимания, признания. Я же понимаю, что, я же вижу страницу свою, почти больше года каждую неделю я проводил урок чистоты в школе, каждую неделю, весь Ленинский район, все школы, мы провели урок чистоты. И освещали его, делали, он и в Инстаграме есть все. И вот я сравнение делаю по просмотрам. Сколько народу посмотрело урок чистоты, а это, знаете, сложно. Это в 6 утра приходится просыпаться, у них всем 0-0 урок там вести, там детки, 4 класс, 9 класс. Ну, по идее, благородное дело, все вот должно залететь. Ну, пускай там просмотров, но 20 тысяч соберет. А стоит мне только выстоять какого-нибудь, в кавычках, нехорошего человека, а может оно и без кавычек, выстоять какой-нибудь сигарет там где-то подошел, или семечки пошелкал, а тебе 300 тысяч, 400 тысяч. Мы же понимаем, тоже подача, да, всегда нужно зрелище, а народу нужно зрелище. И поэтому, когда некоторые, ох, сейчас боюсь, опять пролетит ко мне, некоторые чиновники, когда говорят определенную информацию, определенную, конечно, это, мы же понимаем, это подача для народа. А если все играли бы честно, вот просто честно, по правилу, так, ну, в кавычках блогерство, все, все мы блогеры. Блогеры, а в какой степени, будь добр, объясни народу, что ты делаешь? К примеру, я курирую, ну, водоканал. Выйди, объясни, почему не будет воды два дня там микро-неджал, я просто говорю, жалово, вода будет жаль. Вот выйди, объясни людям, это же полезная вещь. А вот выйти, сказать, что вы знаете, вот я такой хороший, что вот где-то мало воды, не хватает воды вот у нас там, это уже совсем другая подача информации, это уже популизм, это уже пиар, но все понимаем, что там 1800, 1600 километров водопроводных сетей у нас, большая половина из них не менялась в советское время. Это все понимают, все и руководство понимают, и мэры, и замы, и все понимают, пытаются, делают, увеличивается бюджет каждый год. Мы все понимаем, или иногда преподносим информацию, так, зарплата маленькая, нужно всем сделать по 300 тысяч зарплаты, и все хлопают, аплодируют, молодец, вот, чиндыхтайтад. Все понимают, что по 300 тысяч было бы хорошо, но как, где их взять? Где эти 1600 километров водопроводного пути взять? Поэтому информации, вот это вот блогерство очень хорошо, когда она в руках чиновников, но в руках честных чиновников. Когда они будут преподносить вот такую информацию, которую я говорю, чтобы играть на каких-то там… Не на популизм, а вот на прозрачность, если будут стараться, тогда, наверное, эффективнее, да? Ну, честнее. Давайте вот о таких простых, широких вещах, но очень важных, наверное. У вас очень хороший крысский язык. Откуда? Как? С каких пор? Где? Это вот с детства, получается, на крысах разговаривали? Я, честно говоря, давай так, про язык, это моя махтана Тургандрица. Ну, тоже, чем вы гордитесь, да, я горжусь, я горжусь, вот то, что я могу понимать, понимать кыргызский язык, излагать свои мысли, хотя я часто люблю, как бы сказать, выпендриваться, когда мне говорят… Это моя фишка, это моя гордость, которая, я понимаю, что она мне дает определенные преимущества, если мы будем стоять вдвоем, я азербайджанец, говорю на кыргызском, и кыргыз говорит на кыргызском, я понимаю, у меня преимущества больше, однозначно, вот даже сейчас с вами. Говоря про язык, нет, это не с детства, это, во-первых, это друзья, во-первых, окружение, и, во-вторых, это служба в городе Нарын, Нарынской области. Когда я оперативником, меня направили проходить службу в Нарынскую область, ну, башкалар тарамбасун, ей, ну, хурак хрустыль, Нарын дэкен, Нарын тарарахмат, аймаушу найдет там. И вот в Нарыне, когда я, правда, помучался, правда, было очень сложно. Это было почти полгода у меня ушло на то, чтобы как-то бытовой кыргызский свой поправить, полгода на это ушло, спасибо. Друг у меня был Азамат, который прекрасно владел, он с ЖК пришел, прекрасно владел там литературным кыргызским, который меня и учил этому всему. А потом уже, конечно, это после год пребывания в Нарыне, наверное, любого научат говорить на Крымском. И потом уже, конечно, здесь город, ну, понятно, потом уже и Тазалык, ну, Тазалык, представляете, это армия целая, 1600 сотрудников, из них, я не знаю, наверное, 1590, это говорят на коротском языке. Поэтому здесь, может быть, и заслуга, и Тазалыковцев тоже есть. Ну, я могу также про нас рассказать на канале Lights Podcast. Мы, нет-нет, приглашаем к русскоязычную, не аудиторию, а к русскоязычных гостей, с которыми мы беседуем на русском языке. Это для того, чтобы охватить не только крыльстанцев, либо крыльстанцев с русскоязычной аудиторией, но также, чтобы могли посмотреть наши выпуски, там, соседние страны, с Узбекистана, с Казахстана, с России. И вот не в виде оправдания для хейтеров, а в виде разъяснения ситуации, что контент ориентирован не только на Кыргызстан, но и также на регион, на иностранцев тоже, ну, для граждан соседних стран тоже. Из-за этого мы вот эти выпуски делаем на русском языке. Ну, и еще из-за того, что русский также является нашим официальным языком, которым тоже нужно пользоваться и использовать, как бы, это же тоже наша сила, то, что есть и дополнительный язык с аудиторией на практически 300 миллионов, 300-400 миллионов, да, на такой большой рынок. И я надеюсь, что наши жители правильно поймут, что мы решили этот выпуск сделать на канал Lights Podcast, хотя планировали на международный флок. Ну, по языку и на странице много видео, и я в основном стараюсь больше на крыгызском говорить, и вот и говорю же, это все у меня вызывает такое прям чувство, как сейчас опять пролететь, может, чувство превосходства, что опасаясь таких вещей, но иногда вот вырывается у меня фраза. Нет, классная, уметь красиво, литературно разъясняться, объясняться, разговаривать на крыгызском языке, это преимущество. Я думаю, тем самым вы сейчас побудите тех людей, которые в основном разговаривают на русском и не умеют толком на крыгызском. Более того, я бы даже, пользуясь вот этой площадкой, я бы обратился бы к другим национальностям, которые проживают, которые являются гражданами крыгызской республики. Потому что я так думаю, мое мнение, если я скажу, это будет немного по-другому выглядеть, нежели скажет крыгыз, примерно, так как я сам являюсь представителем другого этноса. Я вот хочу обратиться к гражданам, которым до 40 лет. Понятно, кому до 45, кто там родил в советское время, там, мой отец, мои родители, ну, все понятно, сейчас идти учить язык, это немножко сложно, это все. Но до 40 лет, ребята, ребята, вот я вам одну маленький секрет крыгызов расскажу. Вучьте язык, и крыгыз все свое последнее, все, что есть лучшее, и он вам это отдаст. Вы будете лучшим желанным гостем в этом доме, вы будете самым почетным гостем в этом доме, вы будете лучшим другом, и поэтому язык знать нужно. Но здесь никаких подводных течений не может быть, потому что это естественная норма, это естественная норма, которая дает еще и преимущество. Вот поверьте мне, вот посмотрите на меня, вот если внимательно покажешь, что план, и снизу, что он вице-мэр города Бишкек. Ну, здесь, наверное, этим все рассказано. Самые распространенные страхи, боли бишкекчан. Наверное, у вас какая-то статистика есть? Вы же контент свой ведете? Давайте поделим на до и после. Это, допускай, тазалык будет. В тазалыке самое большее вопросов, самое большее боли, которое мне это писали в директе, в комментариях, это были урны. Урны. Все людей это интересовало. Вот, рамис, у нас нет урн, некуда выкинуть тот же окурок и тот же бумагу. Вот тогда из-за вот такого большого количества, вот как вы говорите, боли горожан, вот такого большого количества поступающих однородных вот запросов. Токтагула, Киевскую, Советскую, Ахумбаева, Донецкую, Ошбазар, Тегри, ЦУМ вокруг, Фрунзе, Дибигджула. Если сейчас посмотрят, мы установили новые урны зеленого образца. Такие зеленые с наклейкой. Я и показывал, вот, ребята, вы же просили урны, вот урны сделали. Но, хотя я был противник этого всего, хотя я был противник. Большое количество урн не показатель чистоты. Посмотрите Европу. В Европе урны через каждый километр. Япония. Вообще нет урн. Вообще абсолютно они убрали, отказались от урн. Посмотрите Алматы город. Да, есть урны, но они на очень дальнем расстоянии. То есть, идеология такая сейчас современного мира, то что вот мусор, вот ты его породил, вот ты эту салфетку породил, вот будь добр, возьми ее, поставь свою сумочку и отнеси. Ну, это, конечно, сложный вариант. Отнеси домой и в домашнюю урну ее выбрось. Либо найди контейнерную площадку, выбрось контейнерную площадку. Но, конечно, к этому прийти очень сложно. Но мы к этому идем. Идем, идем. И вот когда установили мы вот на улице Белинской, вы знаете, мусора я бы не сказал, что стало меньше. Вот да, где-то какую-то нагрузку это сняло. Вот давайте сейчас любой, я понимаю, сейчас скажут, а на той улице нету, вот на той, где покажи. Вот давайте где есть. Где есть? Вот улица Белинского есть. Вот улица Киевская есть. Любую. Теперь вот исперечислено. Давайте сейчас пойдем и вокруг этой мусорной урны посмотрим, что будет валяться. И остатки сигарет, и чупа-чупсов, и каких-то там другого мелкого мусора. Все равно здесь немножко даже не наличие урны фактор, а здесь вот свое воспитание в области чистоты. А, кстати, для меня тоже является патриотизм. Вот патриотизм не обязательно, потому что ты с флагом бегаешь целый день туда ставь. Патриотизм – это отношение к твоей родине. Ну, я, будучи директором Тазалыка, я вот почему, почему всегда раздражал тот факт? Ну, почему ты сигарету с окна выбрасываешь? Я раньше признаю, я, может быть, не до конца это все понимал. Будучи стал, когда директором Тазалыка, я видел, как дворники, а самое тяжело убрать вот этот мелкий мусор, там моторика нужна, там вот остатки сигарет. Это самое сложное, это враг номер один дворника. Вот мелкий мусор, листья осени и вот мелкий. Очень интересно. Да, и вот я это когда все видел, да, и дворники, вот, там, эль, везде, мадонясы, стыги, да, они были правы. И вот этот факт разработал. Почему? Давайте патриотизм начнем с этого. Начнем с этого патриотизма. Давайте с чистоты. Давай ты не будешь выбрасывать туда. Не будешь искать себе повода. Допустим, допустим, Тазалык плохой, директор ужасный, уровень не хватает. Все понятно. Допустим, примеры возьмем. Но ты будь хорошим. Но не выбрасывай ты, 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 это мусор на дорогу. Я еще молчу о тех вещах, которые я иногда сейчас публикую, когда целым портерами привозят, вываливает мусор, когда там. Это еще отдельная больная тема. И для меня, и для сотрудников Тазалыка. И вот когда говорят про патриотизм, про тому, вот, какие мы патриоты. Да, патриотизм, он в разной форме проявляется. Но я бы все-таки большую оценку дал бы патриотизму, когда ты своими действиями не вредишь своей стране. Хотя бы не вредишь. Ладно, ты ей не помогаешь. Ну, не вреди. Вот как-то так. А давайте так и сделаем. Вот сыграем. Мне вот интересно. Я часто слышу, часто слышу. Конечно, это, может быть, где-то мне льстит. Но я часто слышу, когда люди говорят, блин, Рамис, раньше мы выкидывали сигареты. Сейчас, по крайней мере, по сторонам смотрим, блин, вдруг кто-нибудь заснимет. Я не говорю, я. Вот кто-нибудь заснимет. Ну, давайте и попросим людей. Пускай в комментариях укажут, кто этого боится. Вот есть же сейчас, которые вот эти видео повлияли на кого-то. Вот кто-то же сейчас оглядывается по сторонам, заснимет. Классный опрос прям. Да, давайте, друзья, напишем, на кого вот эти выпуски Рамиса Алиева повлияли и побудили быть чуть предусмотрительнее в плане там мусора, окурок, этих. Мне самому будет интересно посмотреть. Сигареты. Я понял, что топ-1 в топ-3 и первое место в вашем списке занимает мусор, проблемы с мусором. Еще, может, два кейса, две боли горожан, с которыми обращаются. Сейчас это вода. А что с водой? Ну, в этом году все, слава Богу, все хорошо. Прошлогодние события вы, наверное, помните. Это Арча-Бешик. Это и поэтому... Это отключение, когда воды было? Да, да, да. Да, когда было отключение воды. Сейчас в основном где-то перепады воды есть, где-то отключение есть. Это вот вторая боль, которую горожан постоянно. Вот я отслеживаю. Веерное отключение воды, да? Типа веерное. Ну, у нас такого веерного нету, если только не связано с аварией. Да. Вот. И... Ну, вот вода, потому что, я говорю, вот это еще остатки прошлогоднего страха. Хотя по воде... Больная тема. Я недавно дал интервью одно большое. А затыку дал и 24-ки. Честно говоря, я понимал. Я дал такое интервью, которое не свойственно было моим форматам. Обычно в соцсетях, ну, как бы там, я... Меня хвалят, там, молодец, я в 6-е, там, 3-е, 10-е. Вот. Вот. За чистоту, за тазалык, это же такое благое дело. Как бы и мне приятно. Я читаю, ух ты, классно. 95% там все хвалят. 5% захожу, и то я нахожусь среди них, которые либо уволены сотрудники, либо пострадавшие от моих рук скажут. Ну, и вот, вы представляете, я думаю, дай скажу правду. Вот дай... Я понимаю, что это негатив вылится. Я понимаю, что это будет. И вот журналистами мы провели прям, я их вот на любые вопросы отвечал, какие они хотели. Я показал, откуда вообще берется вода. В Казахстане откуда берется вода. Вот такой ледний, как он тает, как наземный, подземный, очисток сооружений вода. И показал, что нужно воду экономить. Ну, постарался показать, что воду нужно экономить. Однозначно нормы потребления воды маленькие. Затронул тему тариф. А тариф для чиновника катастрофа. Киллер – это тариф. Тот чиновник, который заговорил о поднятии тарифов, это все. Враг номер. Как бы ты это все не обосновывал, какие бы доводы не приводил, тариф – это больная тема. И вот я вот заговорил о повышении норм потребления. Там есть нормы потребления, сколько человек потребляет сутки. Ну, практически это идентичнее. И я знал, я был готов к этому. Выпуск уходит, я специально не смотрел его. Три дня я его не смотрел. Была у меня очень важная работа, поручение мэра было. Я вот бегал по нему. И вот вчера вечером, наконец, я зашел посмотрел. И посмотрел, да, все, Рамист, ты уже не красавчик. Так, смотрю, там уже 50% комментариев. Вот, его купили, он уже все, мэриан, все, и все уже пошел. Я как бы готов, но в то же время чуть-то обидно даже, потому что там были комментарии. А, Казахстану воду продали. Кстати, это не только мнение народа. Это было еще и мнение моих друзей. И мы, у нас вода поступает с гор. Ледник, Тай. И мы как раз с друзьями поднимаемся в горы. Я им останавливаюсь. Ортолыжская зона. Я ребятам говорю, ребята, Ортолыж, это примерно, чтобы вы понимали, где арка. Это вот по Баха вверх, можно по советской вверх подняться, где вот арка. Я говорю, вот вода поступила туда. Где ее Казахстану продать? Где вы здесь видите Казахстан? Где граница, чтобы я сказал, ладно, шлюзы открыли, я понимаю, есть там, это еще так, я образно говорю, есть там какой-то там Камбрата или где-то там, там есть Джамбул там рядом. Здесь где, как, каким образом мы можем физически, если захотим ее продать? Какую шлюзу открыть, чтобы эта вода ушла в Казахстан? Как это? Друзьям своим объясняю. Ну, здесь, конечно, если народ понимаю, вот, недавно только, шеф, я это должен сказать только сегодня, вот, шефом сидели или с мэром, вот, ну, действительно много работ ведутся, там, дороги делаются, там, целый план, вот, не поверите, это, это не пытаясь похвалить кого-то, не кей, это факт. Там, третий день, пять утра встаем, давайте вот так делим, вот, откроем вот такой парк, вот здесь сквер надо сделать, прям вот работа кипит, и, ну, тоже обсуждаем же, тоже обсуждаем комментарии, тоже смотрим, следим, и вот сегодня только, шефом, ну, ну, получается так, что где, где народ прав в том, что 30 лет он видел такой негатив, 30 лет этот народ только видел, что украли миллион туда, миллион сюда сделали, и теперь, когда что-то пытаются сделать хорошее, или делают хорошее, пример, ну, я не знаю, на какой пример вам привезти? Вот, давай дороги сейчас делают. Ну, дороги, вот, пример дороги. Ну, классно же, да, там, все классно, то, что... Ну, пока что чуть-чуть не классно, неудобно, но по результату, я надеюсь, да, по результату. Я сейчас уже, я на Советском и Дерго живу, и прям перед моим выездом там дорога уже недели, две, две, три. Да, ну, где-то через месяц вы будете наслаждаться ровно, ну, дело не в этом, вот, допустим, в идеале дорогу открыли, сделали, вот, по-моему, отрезок Советский открывали, здорово, наснимали съемку, вы комментарии читали? Он говорит, у него линия кривая. А что за линия? А я, а мне самому интересно, а что за линия? Смотрю, транспорт спрашиваю, а там перед светофором, знаете, да, увеличивается, дабы поворот налево был, увеличивается широкая полоса. Я говорю, ну, как так, это же везде, в любой стране, так, то есть перед светофором, потом, видели, вы уже новый, ну, вот, вот такую вещь нашли. Конечно, если человек делает не со зла, не зная, это другой вопрос. Да, он увидел взрывно, ух ты, линия кривая. А есть вещи, ох, сейчас наболтаю, но я скажу это. Я директор Тазалыка, у нас открывает перинатальный центр, московская Топлок-Молдо. Открывается центр, открывает его президент, роддом. Роддом, с вами словами, приезжает, президент должен открыть, ну, не знаю, надеюсь, ни для кого секрета не расскажу, куда едет президент, там, Тазалык должен там санитарную очистку сделать, и я вот сижу, ребята работают, ждем, что завтра приедет президент, будет открывать этот центр, этот роддом, перинатальный центр. И думаю, дай зайду, посмотрю. Никогда на объекты, а не заходил, зашел, посмотрел, ну, евро. Ну, вот, можете посмотреть, прям оборудование, красота, стерильно, ну, все, новое здание, роддом, что может быть благого, чем роддом. Я думаю, вот это, да, вот это уровень построили. Ну, все, следующий день приезжает президент, там, режет ленту и тому подобное. И тут случайно, в следующий день читаю комментарии. Блин, места на место не оставили. Вот верите, нет? Вот, ну, примерные комментарии, вот я назову, которые. Да, кому этот роддом нужен? Да, там только Чондорн, Эмилер, Айалдар, 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 там 100% только по знакомству. Да лучше бы школу построили, лучше бы садик сделать, лучше бы здоровую. Один вообще пишет, сейчас вообще не рожает мне никто. Я что-то себя поймал на мысли. Я как бы не пытаюсь защитить там власть или что-то, но думаю, да. Роддом, да, открыл роддом. Представляете, как, ну, я не знаю, человек читал или нет, комментарии. Но это же обидно, ты же как бы благое сделал. Ты же, вот, я понимаю, там футбольное поле сделал, да, там, дорогу в бой или школу сделали. Вот ты же роддом открыл. И все равно вот есть категория горожан, которые вот, к сожалению, к сожалению, ну, мы не говорим, хейтеры там, к сожалению. Я опять говорю, если не со зла, на первом, можно сказать, у тебя линия кривая. Эй, Рамиз, у тебя там люк провалился, у тебя дорога, все нормально. Негатив, он должен быть везде. Критика должна быть. Вот я вам еще один секрет открою. В Тазалыке, они сейчас себя узнают, они, если будут смотреть, есть три дворницы. Три дворницы, я имена не буду говорить, кто. С моего появления в Тазалыке, по мой уход, и сейчас даже, мои работы вице-мэром, эти три дворницы под любым постом меня хайят. Вот просто негатив. Они кроют меня, да, ты там, хайпажор, там, вот, прям вот, хотя, хотя, я их взвал в кабинет троих. Я говорю, что происходит? Когда я пришел, у вас зарпата была 18 тысяч, сейчас 35 получаете. Хотя бы ради этого, ну ладно, не меня, мэрию, вот это, благодаря мэрии, благодаря там это. Но, несмотря на это, эти три красотки, днем и ночью меня, под любым моим постом, вот я вам честно говорю, как бы это грубо не звучало, их можно было уволить за полчаса, одним приказом можно было уволить. Но я специально оставлял их, я знал, и это некий, это некий индикатор, это некий индикатор негатива. А вдруг они, а вдруг они дельные вещи говорят? Это, чтобы я не попутал, чтобы я не улетел там далеко. Да, пускай будет, пускай. Да, и поэтому говорю, где-то есть негатив, не со зла, не со зла. У меня, ну если, я не могу иногда своих друзей убедить, вот друзей своих не могу, вот друзья вроде верят, я там, вице-мэр среди них там, они там на почетное место мне первым словом дают. И их иногда я не могу убедить, вот все равно они говорят негатив. У меня есть один друг, не буду говорить, кто его, всю жизнь он мне жаловался, что у него нет тротуара. Он с дочкой гуляет, ну все, все же говорит, последние лет пять. Рамис, вы когда будете работать, вот у вас тротуар. И так получилось, что титул в этом году вошел. Я ему звоню, говорю, поздравляю тебя, Мика, у тебя тротуар проложится наконец. Он говорит, а что толку, все перекопали, теперь как ходить? Поэтому я правда ни на кого не обижаюсь. Если я друга не могу переубедить здесь. Все, говорю, все, имеет право. Народ на это имеет право. Тем более, тем более, давайте правде глаза взглянем, что народ за 30 лет настрадался. Тем более. Вы подсознательно, как я понял, оставляете место для альтернативного мнения. Иногда это может быть негативно, иногда это деструктивно, а иногда и конструктивное, в принципе, мнение появиться может. И то, что это закладывается, предусматривается, не отсекается полностью, это, по-моему, хорошо. То есть, негатив не обязан быть, но если он будет, в принципе, будет процесс, над которым нужно задуматься, рассмотреть. И в этом плане у вас подсознательно правильное решение, по-моему, правильное решение также в то время еще в Тазалыке создалось и поддерживалось. Касательно дорог, кстати, мне интересно, это же сейчас не только в Бешкике делать, это и в Ашеке тоже дороги делать. Я недавно в Ашеке был, там тоже дороги делаются. И дороги тоже часть муниципального плана, это муниципальная ответственность по дорогам? Да, да, дороги у нас муниципальные. Это в городе Бешкике? Нет, 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 это транспортный отдел, это курирует другой вице-мэр, но так как мы все являемся заместителем мэра, мы тоже ответственны за те дороги, которые сейчас ремонтируются. Ну, по дорогам вы, наверное, знаете, это большой проект, это сейчас центральная улица города, там контролируется лично мэром, мэр в день два раза на каждую дорогу выезжает. Мы понимаем, что это много неудобств. Бешкеки, дороги последние, вот эти дороги, которые сейчас сделаны, вот, которые меняются, и 2003-2004 год дороги. 2004 год. С тех пор не менялись, да? Да. Ну, какая-то часть, да? Какая-то часть дорог, вот она не менялась. У меня вот еще такой вопрос. Там же, например, в Европе, в Америке, вы же тоже такие классные примеры сделали, ну, касательно даже вот кондиционеров в автобусах, даже вот в европейских странах, в других странах кондиционеры, в принципе, не устанавливаются, потому что каждые три минуты там дверь открывается, да? Нелогично получается. Вынуждаете, вы мне на одно сказать, опять полетят камни в меня, опять, я сейчас с вашей передачей… Это же популярная, популярная тема. Да, я сейчас с вашей передачей всех подписчиков потерял. Ну, вот давайте про… Это как пример просто сказал. Если вы хотите, я могу прокомментировать. Давайте, давайте, да. Прокомментировать. Ну, давайте так, про кондиционеры. Вот сейчас только правильно поймите, друзья мои, я просто… Это не мой период, это я могу просто промолчать. Это до меня закупались эти автобусы, я не курирую транспорт, у меня блок ЖКК, как бы моя хата с края могла бы быть. Но давайте справедливости ради на несколько факторов взглянем, на несколько факторов. Первый. Вот наш автобус, который мы приобрели, мэрия приобрела, это тысяча автобусов. Во-первых, тысячу автобусов за всю историю муниципалитета такого приобретения не было. Это грандиозное событие, это средствующий бюджет, это там было финансирование на уровне президента, тысяча автобусов. Во-вторых… Тысяча автобусов за год. Да, да, за раз. Вот сейчас последние электробусы приедут, и вот вся партия будет. Это, то есть, альтернатива маршрутке. Само слово «альтернатива маршрутке». В прошлом году мы ездили на маршрутках. Без кондиционера. Без каких-либо удобств. Сейчас это автобус. Да, теперь в соцсетях самая модная тема – это обсуждение. Блин, вот сейчас хапну, знаю что, но хочу прокомментировать. Это таки алтруизм. Да, вот ради мэрии я готов. Мэрии, давайте раскладывайся. Во-первых, ребята, кто ездит в другие страны? Посмотрите. Кондиционер… Я был на зонток-заводе. Вот недавно по покупке техники ездил. Во-первых, кондиционеры устанавливаются на автобусе только межгородские либо экспресс-автобусы, где в автобус сел, двери закрылись, кондиционер включился, и он там в соседний город поехал. Когда дверь открывается каждые 5 минут, эффекта от кондиционирования не будет. Поэтому посмотрите алматинские автобусы. Посмотрите в Китае. Недавно мы были в Китае. Я, кстати, видео вытащу. Нет кондиционеров. Ну, может быть, там где-то в Эмиратах там есть. В Турции, по-моему, тоже есть. Я в Турции учился, по-моему, там тоже есть. Может быть. И теперь, вот представляете… Это в горячих странах, Митя, да? Да, представляете, теперь, вот, допустим, я себя возьму. Если отмотать время назад, допустим, я бы этот договор заключал. Вот поехал на этот завод. И тут мне директор завода говорит, так, Рамис, ты можешь взять на 8 тысяч долларов, примерно, да, около 8 тысяч долларов, цена одного кондиционера. Кондиционер этот работает не от двигателя, это отдельная установка на крыше. Вот они есть, а некоторые автобусы, где два горба. Один горб – это газовое оборудование, а второй горб – это кондиционер. Отдельная установка, она работает автономно, ей нужен специалист, и этот кондиционер нужно заправлять. Он не работает от двигателя. Сейчас кто водитель, меня поймут. Дальше. Цена 8 тысяч долларов. Представьте себе теперь тысячу автобусов. Цена самого кондиционера? Самого кондиционера. То есть, примерно… ТОС нужно было до 8 тысяч долларов дать? Доплатить. 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 Теперь представьте себе, разница получается около 100 с лишним автобусов. Я бы выбрал взять на 100 с лишним автобусов больше, пускай они по новостройкам будут ездить в нашем центре города Бишкек, нежели взять кондиционером, но меньше, чем на 120 автобусов. Кроме этого всего, давайте честно, правде в глаза. Сколько времени из 12 месяцев нам этот кондиционер нужен? Ну, аж пускай 2 месяца. Ну, 2 месяца. Из 120 автобусов раскинутся ради этих 2 месяцев. Хотя, говорю, в городах кондиционированные автобусы практически не ставятся. Это, представляете, тогда какой вентилятор должен быть, чтобы дверь открывается, весь этот холод, прохлада ушла. Опять же, это постоянно должен дуть. Ну, конечно, я согласен. Конечно, есть некоторые страны европейские, где это все есть. Я все понимаю. Например, Узбекистан пошел по другому пути. Я вот недавно был, они затонировали свои автобусы. То есть, видимо, без кондиционера они их затонировали от солнца. И я как бы не осуждаю горожан, но в то же время в защиту мэрии я должен был это сказать. Хотя, еще раз говорю, не мой период, не имею отношения к этому покупке этих автобусов. Ну, давайте вот честно скажем, вот если вот вы, были бы каждый из вас, заключали договор там сколько, два года тому назад, и когда вот эти вам все факторы на час и весо поставили бы, что бы вы выбрали? Вот для этого и нужен блогерство. Вот согласитесь? Да. Просто с народом пообсуждать эти вещи. Сказать, вот, друг мой, 8 тысяч долларов разница. 8 миллионов долларов получается разница с этих тысяч автобусом. Что делать? Автобус, кондиционер нужен будет только два месяца. За ним нужно будет ухаживать. Кроме 8 тысяч долларов еще за уход. Отдельный штат нужен туда. Кондиционер еще нужно будет каждый месяц какую-то сумму платить. Да. Вот если тебе все на час и весов поставить, объяснить людям. Вот просто, просто, чуть-чуть такая тенденция получается у нас, что, как бы, все мы эксперты. Хотя, 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 вы знаете, мы прекрасно понимаем, что все чиновники читают комментарии. Хотя все чиновники читают комментарии, прислушиваются. Это тоже рычаг воздействия. Хотя, вот такие вещи нужны. Нужны. 20 раз, когда мне говорят, Алиев, ты блогер. Я уже думаю, так, на подкаст идти, не идти. А может быть, ты дай перерыв сделаю. Что-то действительно я... Слишком много появляется. Да, слишком много появляется. Давай я чуть-чуть... Ну, вы сейчас расклад от имени мэрии дали. Давайте я теперь от имени горожан расклад дам. То есть, рекомендации. Это же тоже важно. Например, по дорогам, по кондиционеру. Вы там разъяснение дали. У меня там, в принципе, комментариев нет. Может, из-за того, что я не целевая аудитория много в автобусах. Я либо предпочитаю пешком, либо иногда, если далеко, на такси, либо на своей машине по вечерам, например, сейчас приходят. Ну, по вечерам езжу. По дорогам, например, там есть очень много таких дорогих машин для строительства дороги. И их аренда, по-моему, если брать под аренду в день, там, от 1000 долларов и выше, наверное, да. И я не знаю, или как это считается, или это собственность мэрии. Они там, когда захотят, могут использовать, да. Но по вечерам, когда я иду, я вижу, что много таких машин, они же простаивают по вечерам, по ночам. В других странах, я понимаю, там другие критерии есть, чтобы их использовать. Там по ночам, чтобы людей не будить, им не мешать, их нельзя использовать. Но как в других странах это практикует? Там же, вот даже если дорогу закрывают, могут какую-то часть закрыть, определенную часть быстренько закончить, потом другую часть, эту часть открывают, другую часть заканчивают. Как-то вот оптимизируется. Там есть свои сложности, но по менеджменту можно ли было это эффективнее, быстрее, как-то вот по-другому решать? И по вечерам тоже работать, чтобы... Ну, вот смотрите, я, правда, не эксперт в области строительства. У нас есть соответствующий вице-мэр, который... Ну, давайте вот по тем заявкам, которые ко мне поступают. Сейчас работают две смены. Если вы посмотрите, вечерняя смена есть, вот Жукея-Пудовкина перекопали, там, трубы меняются, дороги делаются. Работают две смены. Вы знаете, сколько... Вы сами даже запостите, в гугле задайте, что шум по ночам. Все люди начинают жаловаться. Не пойдет. Вы что, мы же должны спать, нам завтра на работу. У нас дети, мэрия, вы что делаете? Под окнами ваши трактора гудят. Не пойдет. Это одна часть. Вторая часть говорит, да вы посмотрите на Европу. Они круглые сутки, они ночью делают. И тут, конечно, две крайности. И я лишь хочу сказать одно. Даже не столько в защиту мэрии, не столько в защиту мэра, да, но давайте признаем один факт. Сколько у нас ушло на реконструкцию дороги вот советской, вот южной магистрали до... До Бакамбаева, да, или до... Ее открыли до Ахумбаева. Ахумбаева, а уже ниже открыли. Но никогда таких сроков не было. Две недели дорога открывается, две недели кусок открывается. Две недели, сейчас вот, по-моему, шестнадцатый, и я могу ошибиться, поэтому... Проси меня, курирующий вице-мэр, вот, поэтому... Ну, мне кажется, никогда таких сроков, никогда таких темпов не было. Кроме этого всего, не только дорога меняется. Если посмотрите, все службы работают. И зеленхоз все деревья убирает, тазалык там арки ровняет, Бишкек-Асфальт-Сервис. А то, что вы про аренду говорите, у Бишкек-Асфальт-Сервиса есть своя техника, которая является его собственностью. Все равно, знаете, там есть много... Ну, нет предела совершенствования, конечно. Однозначно, конечно, да. Ну, я таким критиканом просто захотел... Во благо самых таких ярых хейтеров, чтобы вот такие моменты хотя бы отметить. Однозначно, я не говорю, что мэри работает идеально. Я не говорю, что я сам работаю идеально. Однозначно ошибок, ой-ой-ой, я говорю про себя. Ошибок очень много. Да, можно было оптимизировать. Это прям вот, я, это не популизм, это не кого-то, чтобы задобрить. Я открыто сам это признаю. Блин, а вот если бы мы здесь сделали бы вот так, если бы мы сделали вот так, намного было быстрее. А если бы... То есть, это нормальное явление. Но массово, когда люди все абсолютно, все начинают разбираться и в строительстве дорог, и в вывозе мусора, и зеленые насаждения, то, конечно, здесь будем вопросы. Всем разнестить не успеешь, не угодишь, наверное. Опять вернулись к блогерству. Да. Ну, согласитесь, хорошо. Вот согласитесь, здесь какая-то часть же услышали. Ну, какая-то часть поверили. А вот вдруг я не лгу, а вдруг я говорю правду. Ну, это же хорошо, вот до кого-то донеслась эта мысль. То есть, кто-то, 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 может быть, поменяет свое мнение. Вот кто-то услышал про автобусы. Ты, я действительно правильно говорю. Каждые пять минут дверь открывается, закрывается, весь этот воздух выходит. Ну, что он прав. И раз он пошел там, не знаю, на своей машине проверил, как с открытками окнами ездить. Ну, кто-то поменяет свое мнение. Кто-то станет, скажет, эээ, брешет. Научился, говорит, вот сейчас сидит на подкасте. Перешел в мэрию, теперь от имени мэрии говорит. А так и было. Вот эти два обидных комментария. Рамис, я тебя уважал. Все, теперь под мэри идут, купляшешь. Ты вот так воду продал. Каза больный, так обидно было. Хотя Тазалых уже тогда, в принципе, в рамках мэрии же это предприятие, да? Да, 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 сейчас Тазалых я курирую. Даже я умудрился испортить с некими депутатами отношения. Так же. Горского кинеша? Да, горький кинеш. До сих пор эти записи у меня есть. До сих пор. Когда они стали, некоторые, да, некоторые, и речь идет только про, слава богу, большая часть адекватности. Когда стали блокировать работу, когда не дали мне кредит получить. Ну, вы, наверное, видели в соцсетях, там, вы затрагивали тему, что и недовольны были непонятны. Я тогда открытся, говорю, вы знаете, что, давай в это, давай по-честному выбору. Ты же его сейчас сидишь, мне блокируешь. И то, и не мне, и ты его блокируешь, это залог работы. Ладно, мне еще. Просто я директор, так получил, что там. Ты же блокируешь из-за того, что я твой племянник, его воля уже. Давай, давай, честно скажу. Он говорит, нет, я говорю, хорошо, давай так делаем. Я показываю видео, где ты мне звонишь и говоришь. Оперативная фишка игр помогла, финпола скажу, что все писать. Ну, не все пишу, но некоторые приходят, я говорю, если покажу, где ты говоришь, не трожь племянника, не увольняй. А он тупой, он реально тупой. Я уже предлагаю другие вещи, дай другого, возьму на работу, но он не пойдет, он не будет работать. Я говорю, давай, вот это и делаем. Если это было, ты уходишь, мандат задаешь свой. Не было, я заявление опишу, ухожу. Или отстань, дай работать. Нет, я выйду, так народу покажу. Вот скажу, вот он звонил, вот звонок, вот наш разговор, смотрите, что депутат. Такие вещи говорит. Я-то понимал, народ, сила же. И тем более, правда, правда на нашей стороне, правда, самое главное, правда на нашей стороне. Конечно, мне было обидно, когда были факты, когда, знаете, вот эти, там небольшая группа. Это небольшая группа депутатская, когда я отчет сдавал. Если у меня отчет, я могу вам картинки вдать его до и после. Ну, понятно же, было 20 миллионов, сделал 64, было, то вся база отремонтирована. Новые машины привели, когда это все было, я презентацию делаю там. Все это я показываю. И когда вот конфликт с этим депутатом был, и самая обидная вещь мне была. Там, знаете, это вот мэрия-зал, он длинный зал, и везде есть монитор у каждого. И они могут просматривать твои презентации. И презентация еще плюс параллельно на большом экране. И вот я вот говорю, говорю, доклад, доклад, а говорить я люблю. И вот говорю, говорю, вот так сделал, мол, нахерат там ты и нырял, и он ни разу со своей сотки, вот он сидит в телефоне, он ни разу взгляд не поднял, не посмотрел на презентацию. Я пойму, что я, может, не нравлюсь, может, там, не знаю. Я это все понимал. И близко к этому ко всему я еще и понимал, когда... То есть я сейчас извиняюсь. То есть личностные обиды, личностные интересы даже помешали порадоваться за народ? Да, 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 это правда, это правда. Я просил кредит. Там, знаете, как у Тазалыка был долг по соцфонду, 95 миллионов. И каждый месяц практически миллион сумм в это пение было. Представляете, 12 миллионов просто так у меня уходит год. А я просил, дайте я кредит без процента возьму в мэрии, я заплачу долг, я же вижу, уже я в плюс выхожу. Тогда было полтора миллиона, я уже вижу, выправляйся, я буду платить этот кредит, а зато 12 миллионов останется в Тазалыке. Но ты экономик, это бизнесмены поймут. И кто говорит, нет, ты там что-то, ты выпендриваешься, что ты там блогер что-то займешь, ты вот этого почему уволил? Эй, это же не мое. Или помните, когда злосчастный Октябрьский район в разборке с частной компанией. Тогда я одну фишку понял вещь. Для Тазалыка есть понятие прибыльный объект, есть понятие неприбыльный. Вот самый прибыльный объект для Тазалыка, знаете кто? Это ЦУМ, БУМ, технопарк ваш. Торговые центры. Торговые центры, военная часть, больницы. Вот это вот прибыльный. А самые неприбыльные, это новостройки, где очень тяжелый мусор. И есть морфология мусора, понятие, легкий тяжелый мусор. Где зола, люди не платят, дебиторская задолженность большая. Понимаете? Я тогда посмотрел, опа, кроме Тазалыка еще в городе 9 компаний есть. Тогда посмотрел, опа, смотри, вот эти все прибыльные объекты распределены между этими 9 компаниями. Частными? Частными. А Тазалыку дали окраина. Конечно, у него машина ломается. Ну, еще там ряд других факторов, конечно. И тогда вот это все вылилось в этот октябрьский район, в эту компанию. Вот тогда с трибун, когда стали объявлять. Алиев, эс, компания Ангелептруп, ты вот от Шаргаты. Да. Эс, хандая компания? Вот, эс. Чья это? Моя, то есть это государство или это бильмэрии? Не такого, моего отца компания. Моей матери компания это. Это же, я там, кто Алиев сегодня есть, завтра нету. Это одним распоряжением мэра, он вылетит оттуда. А вот так преподносили это все. Ну, вот, произошло. Поэтому, я говорю, самый сложный период даже может быть в жизни, это вот эти вот, даже может быть до полугода. Ну, здесь знаете как, я не знаю, раз... Да, раз такая гулянка пошла. Они знают, я как бы сказать, вот, вот представьте себе ситуацию. Я прихожу. Прихожу, вам бытно залык, и мне говорят, так, нужен твой правоохранительный опыт, нужен там этот, давай, вот, выведи его в плюс. Ликвидируй коррупционные схемы все. Врачная запчастей кража заканчивает там эти. Я такой красавчик прихожу. Такой красавчик прихожу. Все, объявляю, прихожу, 1600 человек на меня смотрят, я прихожу, говорю, все, завтра перестаем воровать. Теперь, а человек 15 лет, он привык. 15 лет, он привык там свои движения делает. И я такой умный. И еще... Главный аргумент, наверное, то, что зарплата маленькая, и приходится выживать, и нужно вот этими схемами пользоваться. И я такой на белом коне приезжаю, и еще и плюс к этому ко всему, и еще и азербайджанец. Ну, надо признать, ну, что же, это раз уже говорил. Двойная нагрузка. Двойная, и еще и прихожу с таким лицом, с папахой на голове. Все, завтра перестаем воровать, или я у всех... Ну, согласитесь, это немножко сложно было. Мне один сотрудник, в кафе я встретил его, случайно, он пьяный был. Это уже после полугода. Сотрудник-то залых? Да. Он до сих пор работает, кстати. Он не сказал, ты знаешь, что Алиев? Ну, он был бухой. Да, да, ты, говорит, молодец, там, красавец, машины привозишь, доходно, там, ремонт делаешь, кабинетах, там, то, делаешь. Ну, молодец, считается. Зарплата была 18-й, считала 35. И это не моя тоже заслуга. Там мэрия заслуга, мэрия деньги выделила, финансировала. Все это красавчик, ты, говорит. Но я, говорит, понимаешь, дом строю. Я столь не зарабатывал до тебя. А ты сейчас пришел такой умный. У тебя есть, я слышал этот бизнес. Но он мне правду слой сказал, я вам охотишься, яркий в чате там битки. Только ты не увольняй, я говорю, хорошо. И он когда-то месяц высказал. Я думаю, елки. Тяжело же тоже. У него тоже. Это неправильно, это несправедливо. Но у него своя правда, что же есть. Представляешь, вот человек, да? Десять лет. Ну, понятно, что он не проживет там на 20 тысяч сон, в которой ему. Сейчас аналогичная ситуация у меня в зеленом ходе. Зелен строит. Аналогичная. Вчера совещание провожу. У водителя 20 тысяч сон зарплаты. Официальная? Официальная, да. А неофициальная? Ну, это... Сейчас я расскажу еще. Сейчас мы работаем. Там, когда злыки были, неофициальная часть 100 тысяч сон. Хотя официально... Ну, это не у всех. Давайте так. Да, у кого-то. Не у всех, но... Замешан. Были. И вот это вот есть период жизни, который дал. И потом... Я говорю, это все и повлияло. Потом, конечно, народ оценил. Это все народ оценил. Мэр оценил. А касательно работы, которую вы проделывали, трансформации, новаторства по-своему при подходе, при менеджменте, при каких-то решениях, при оптимизации. Как туда влияла ваша национальная принадлежность? Наверное, были люди, которые этим манипулировали, за это охватались. Ну, открыто я не слышал, что открыто... Конечно, я в душе понимал, что... Ну, да. Дерет, ты сгучу. Я это все понимал, но открыто где-то я этого не слышал. В этом плане, кстати, надо отдать должное. Конечно, сейчас вот не люблю открыто, что вот сейчас могут посыпаться там такие комментарии, как там Подхалимничий, третий, если это делать, но за всю мою карьеру я не сталкивался с национальным вопросом. Более того, я могу смело сказать, что... Посмотрите на меня. Я, наверное, самый знаменит азербайджанец в Кыргызстане. Я вице-мэр, заместитель мэра главного города. Азербайджанц-певец у нас был, есть... Да у вас популярный участок. Как его зовут? Не знаю, я вот... Нет, ну я имею в виду про госчиновника. То есть, поэтому я отвечаю на вопрос о национализме. Да, какой может быть, если заместитель мэра является азербайджанец в Кыргызстане. Здесь вопросов нет. И в этом плане как бы и не было. Да и народ, вы знаете, тазолыковцы, сами по себе тазолыковцы, они добрые люди. Они неплохие. Они просто... Вот что нужно рабочему? Ну, целому дворнику, грузчику, водителю. Что нужно? Да ему дай вовремя зарплату. Ему дай там технику хорошую. Ну и все, он будет... И перспективы. Да, он будет своей работой работать. Он же рабочий. Он будет... Он не будет лезть ни в какие интриги. Здесь к рабочим вообще претензий нет. Это 1400 человек. Вообще, они работают. Он дворник метет свою. Ну ему зачем? А вот над ними, которые там, руководящая Шайка-Лейка, вот там политику делали. А там. А простой дворник, ему разницы нет там, кто будет. Ирлан или Аслан будет. Ему... Главное, чтобы зарплата вовремя поступала. И действительно какие-то улучшения были. Это вот вся эпопея, которая сложилась в Тазолыке. Я знаю, что у вас еще и был такой период хейтов. Вы выходили из хейта. Или весь этот период сопровождался с каким-то хейтом? Или про какой период? Вот честно сказать, по хейту я здесь благодарен публике. Особого такого хейта я не замечаю. Особый хейт у меня, ну, блогер. Ты определись, либо ты чиновник, либо ты блогер. Вот так говорят все. Ты что, с камерой? Ну вот, в основной вот этот хейт. И были хейты, в один момент был хейт. Вот, ну, я про него, об этих хейтах я делал расследование. Я показывал видео. Я показывал, кто заказывал эти хейты. Это уволены сотрудники. Они выкладывали, они делали, они там пытались. Различные методы шли. Различные. Вплоть дошло до того, что отец бизнесмен. У него есть магазин. Есть магазин, который построен в 2003 году. Тогда я пацан 19-летний. Но сейчас они говорят, вот, Алиев за Тазалыкова построил. Как если в третьем году у него акт ввода в эксплуатации? Я еще в университете второй курс. Каким образом? Тазалыков, причем. Это спустя столько лет. Я даже в Финполе не работал. Да, я даже в Финполе не работал. Да, у меня образования не было тогда. И тогда даже они добрались от того, что там у отца была лестница. Не знаю, вы видели видео или нет. Это вставка вставить. Там была лестница, которая официально зарегистрирована. Взяна в аренду на муниципальной земле. Оплачивается аренда на год вперед. Все было официально. Но они дошли. Вот, эта лестница мешает. Я с коляской не могу пройти. Даже до этого дошли. Мы молча. Отец тоже сказал. Не, 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 убирай. Убирай лесензи. Ничего не будет. Хотя деньги оплачены за год вперед были. Аренд, все, зеленая книга. Я это все показал. Но тем не менее, даже я такого шанса мы ему не дали, чтобы для хейта. Убрали. Наоборот, люди поддержали. Наоборот, они мне услуги оказали. Люди вышли, сказали, молодец, взял свою лестницу, снес. Отца магазин снес там лестницу. Хейт везде есть. Видите, это информация. На информации же тоже манипулируют все. Я тоже могу манипулировать. Вы тоже можете. И эти ребята. Мы делали ваш разбор, ресерч по вашему пути делали. И если оказывается такое высказание, вы говорили то ли в интервью, то ли где-то в своем контенте, что есть много ограничений в связи с вашим служебным статусом. Ну, так как подкаст это про искренность, про кулуарную беседу. Если честно сказать, какие ограничения вы имели в виду? Ну, ограничения, они больше не то, что по статусу. Ну, естественно, конечно. Из-за работы, наверное. Да, работая. Я заместитель мэра. Естественно, если я не могу позволить определенные вещи, я просто не могу это сделать, потому что понятно, мы должны своим видом, чиновники, муниципальные служащие, своим видом, примером, подавать примеры. Как соблюдение закона. Все это понятно. Но еще более ответственность на мне, это вот оценка народа. Ну, вот представляете себе, я боюсь, я иногда этого боюсь даже, я боюсь зараниться. Я человек, я тоже могу пойти в клуб, я тоже могу пойти отдохнуть. Я надеюсь, папа мой не будет до конца смотреть этот эфир. Тоже могу пойти в клуб, прослабиться, сделать, но очень сильно себя сдерживаю сейчас. Потому что я понимаю, есть провокатор, есть вообще, ну, могут не понять. Потом не простить. Скажет, али в клубе ходит там, как-то себя непристойно. Поэтому ограничения, естественно, есть. Ну, я на это не обижаюсь. Правила игры, раз сам задал. Потому что такие вещи не прощаются. У победителя, говорят, много родственников. Обежденно всегда сирота. Поэтому, когда, ну, хорошо, там, ты идешь, идешь, да, молодец, там, тазалок выпрямил, сделал, за чистоту, патриотизм. Потом не дайла где-нибудь ошибся. Я не знаю, но это жизнь. Поэтому приходится в рамки. Я и как бы уже привык. Машине-то ремень обязательно надо пристегнуть. Хотя, может быть, сейчас вот говорю, я только с ремнем езжу. Может, тут кто-то смотрит, а то скажет, а вот, хайпажор, оказывается там. Может быть, я живой человек. Я тоже могу ошибаться. Я тоже могу ошибаться. У нас в Кыргызстане прощают только кого. Сейчас скажу, ладно. Ну, я говорю, я не знаю знаменитость, или кого узнаваем, кого бы прощали бы за какие-то выходки. Но ошибся человек, и все. Ну, думаю, все мы можем ошибаться. И если можем после ошибки принять это, взять волю в кулак и извиниться за это, если действительно это кому-то помешало, или кто-то от этого посрал, или какое-то психологическое увечье получил. Это тоже храбрость, это тоже воля показатель. Ну, я надеюсь, пока не зачистить, но все-таки как бы форточку себе нужно ставить, тем мало ли что. Пендечилик, все мы люди. Касательно вашей семьи, сколько у вас детей? Про семью, если тоже вкратце побеседовать. Про семью я родился в семье филолога, отец-учитель русского литературы. У меня две дочки. Есть братишка, есть сестренка. Я живу отдельно, родители живут с братишкой. Стренка замужем, тоже есть дети. Ну, вот семья, родительский дом – это наш очаг. Мы собираемся, каждый выходной мы в родительском доме. Вот это наше успокоение, умиротворение, когда все внуки собираются в одном доме под крылом родителей. К этому долго шли все. Сейчас они все бизнесмены. Все занимаются бизнесом. Братишка, семя-сестренки. Да, и у тех, там, магазины какими-то. Как мама говорит, вот молодец, Рамис. Вот она меня хвалит. А эти, купи-продай, говорит. Коммерсанты, да? Коммерсанты, да. А вот Рамис молодец, говорит. Как я понял, у вас в семье, видимо, поддерживается, ну, грубо говоря, пропагандируется именно благородство. То есть за страну, за общество. Да. И такие ожидания тоже выстроились, да? Ну. Раз уж за образца вас, вашу деятельность, госкарьеру. Да, ну, вот представляете, образ отца, если взять, образ. Преподаватель в селе. Сельский преподаватель. Ну, по мне так это, я даже не про отца, а про вот сельский преподаватель, это кто это, советское время не человек, это кто это, наивный, доверчивый, переживающий за страну человек. Вот, конечно, вот многое, что передалось оттуда, конечно. Ну, и плюс, видите, это ответственность. Я говорил уже до этого. Я говорил, и родители, и родственники, и диаспора, да и другая диаспора. Вот недавно турецкая диаспора, это, говорил с ними на эту тему. Они, конечно, говорят, они говорят, смотри, ты для нас гордость, не подведи. И вот, представляете, после таких слов пойти за границу где-нибудь. Давай, работай во благо страны, чтобы вот был неким индикатором, чтобы сказали, а, вот, молодец, отработал, вот такую пользу принес стране. Поэтому, я говорю, груз ответственности очень большой. Груз ответственности. И я говорю, вот каждый комментарий читаю, когда там хвалят. Ой, думаю, это, конечно, все хорошо. Это, конечно, придает эйфории некой. Но параллельно с этим, это ты. Когда ты плохой, а изначально, это все хорошо. А когда легче, да? Да, вот тогда легче. Я вам вот один пример приведу. Захожу на... Вот Уртасайский базар, жители Уртасайского базара, кто рядом живет, поймут. Есть такой, там, пятерочка-магазин, безымянная улица, и контейнер-площадка всегда забитая. Всегда. Мы ее три раза в день чистим, камеру поставили, я в интернете публикую. Все по одной причине. Уртасайский базар не установил себе контейнер-площадки. По идее, он должен был свои контейнер-площадки устанавливать. А он этот весь мусор носит в контейнер-площадке жильцов. Там штрафовали, делали. И вот, в один день я решаю разобраться с этим, и иду на Уртасайский базар. Простите меня, езишки. Захожу, рыбу надел. И они меня узнают, классно встречают. О, тазалых, молодец, чинозапатриотцин, вот, все классно. Я прям там, молодец, я в 6-й от вас, все-все-все-все. И тут я начинаю переходить к теме. Я говорю, извините, можно вопрос. Вы куда мусор вносите? А у них, вы понимаете, должны быть свои баки, а у них нет своих бака. Они выносят вот все эти чехароны, все внутренности животных, все это выносят, мясное дело. Они говорят, да у нас, ну, надо друг друга переглядываться. Говорят, ну, нет мусора. Как нет? Внутренности животных. Куда вы выносите? Короче, в общем, я все начинаю вести к тому. Я говорю, так дело не пойдет. Нам придется оштрафовать. Нам придется накладывать штрафы. Вот. Там люди мучаются, жители. И вот, вот, я вот это никогда не заботу, я ухожу. И вот эти девушки мне говорят, эээ, храмис. А мы думали, ты нормально парень? А мы гать тебя хвалили? Эээ, был бы голодный. И вот это вот. Это же тоже, как бы, вроде красавчик, красавчик ты здесь. А как только до них добрался, когда я кого-то поймаю там за семечки шелкаю, все на диване могут его, и этого человека хайить. Да, да, правильно сделал, правильно выкладывай, делай. А как-то сам попался. Все. Обратная сторона медали. Хотя намерение благрудное было. Хотя намерение, конечно, конечно, конечно. Однозначно. На рынке, да? Порядок сделать на рынке. Мне вообще вот этот опыт очень интересен. Вот до последнего вопроса. Касательно рынков. Я сам родом в США же. И когда говорят, вот так грязно, как, например, как на Ожском рынке, когда говорят, мне обидно становится. Почему вот проблема Ожского рынка обычно в антипример ставится? В чем там проблема именно на Ожском рынке? Отсутствие порядка. Отсутствие порядка. Ожский базар это со стороны Киевской есть контейнер-площадки. И со стороны, я в улице забыл, вот с западной части. Фучка. Да, вот оттуда есть. Но, к сожалению, тачками, после как завершается рынок, тачками вывозят. Вот, каждую ночь, каждую ночь, сошка базара, я мог ошибаться, по-моему, два ГАЗ-53 в вывозе мусора. Два чего? Два ГАЗ-53. Это вот грузовые машины. А две грузовые машины выводятся мусором. И он неаккуратно сложен. Он просто тачками вываливается на асфальт. И вся эта жижа по асфальту. А по идее, если бы... Рынок тоже поделен на часто. Мясное дело, овощное там, вещевое. Если каждый бы себе установил контейнер. Вообще, установок контейнер-площадок – это одна большая проблема. Я сейчас вот инициировал, чтобы... Вы знаете, вот новый дом строится, элитки, это так называемо. Вы посмотрите на эти элитки. Они предусматривают все. Детские площадки, наличие аптеки. Сейчас даже новая мода стала. Хранение для зимней резины, какие-то подвальные помещения, паркинги. Все, что угодно. Но не мусорная площадка. Но не контейнер для мусора. И вот такая махина. Давайте я пример приведу. Например, улица Фрунзе-Гоголя. Исаново-Токтагула. Исаново-Токтагула точку мы убираем как минимум три раза в день. Два-три раза в день. И она заваливается. Все равно там постоянно. Я сам проезжаю, нервничаю. Потому что из Исаново-Токтагула рассчитано было... Вообще есть расчет. Есть норма накопления. Каждый человек сколько вырабатывает мусора в год. Это 1,2 куба. Это примерно как один контейнер. Это еще по советским меркам. И мы считаем, например, так. В округе живет 2000 жителей. Вот из Исаново-Токтагула. Вот который с левой стороны дома. Вот если помните. И с правой стороны дома. Все посчитали. Там, пример, уже 2000 жителей. Все. 5 контейнеров поставили. В сутки один раз. Каждую ночь вывози. Все будет чисто. Потом второй дом построился. Рядом третий. Четвертый. Сейчас напротив махина строится. Вот она когда ведет. И весь этот... И никто из этих домов, которые строят, никто не хочет у себя на территории содержать мусор. Все тащат на... Сити-точка в Джоли. Фрунзе. Да их много. Это Карпинка, Чуй. 57 точек таких в городе. И они никто не предусмотрел. Они все носят контейнерную площадку. И она вот так вот заваливается. Это надо отдельной машиной держать, чтобы рядом с ней дежурить. Это как бы не оправдание. А вот теперь в новой норме мы хотим сделать так. Когда акт водоэксплуатации будешь дом сдавать, чтобы обязательно установление контейнерной площадки. Куда ты приходишь, ты одно... 12-этажный дом, 4 подъезда, это как минимум 2000 человек. Вера, а ЛДГ, ты хватажен шар ночной. Куда он будет выносить мусор? Куда? Вот 2000 человек, куда в день? Вот каждый по одному пакетику. Он куда-то же должен вынести мусор? Ходсубъекты то же самое. Все должны... Вот посмотрите на западе как. А у нас идут контейнерные площадки. Все выбрасывают. А теперь уже по новой норме все строительные компании должны будут предусмотреть, чтобы они свои контейнеры были. Да, свои контейнеры. Они сами закупать, сами будут устанавливать? Это и тазалык может поставить, и сами могут закупать. Самое главное, что место для контейнерной площадки. Вся проблема, что у него места нет. Вот сегодня мы делали большой рейд. Сегодня вот мэр делал объезд в 5 утра. Это вот на славянский университет Юрфак. Как это улице называют? Набережная. Ну вот, Чуйпроспект между... За Горького. Твой Горького? Гоголя. Гоголя. За Гоголь спасает. А фастфуды в ряд целый. В ряд фастфуды. По идее, у каждого фастфуда должен быть свой контейнер. А напротив весь контейнер на площадке. Вы посмотрите, в каком она состоянии. Заполнена она. Всегда она завалена. И у них спрашивают, они так построили, что у них нет места для контейнера. Нет. А хотя должен, согласно правилам благоустройства, иметь контейнер по счету. Просто раньше на это прям внимание не обращали так сильно. Я вот еще одну вещь забыл сказать. Вот тазалык вот этот вот бунт намечается. Вот представляете, вот я вам сейчас эксклюзив дам. Я знаю определенную категорию людей, которые бунтари в тазалыке. Это вот еще раз, это не рабочий. Это не рабочий класс. В основном менеджеры, наверное. И это руководители. Там руководители раз. И вот один человек, не буду говорить, потому что женщина, поэтому я не хочу. Который вот лидер группировки этой. Который вот тех четырех директоров выгнали. И вот такая еще и очень властная женщина. И вот пик. Все. Они понимают, что я их увольняю. Они объединяются в оппозиции. В каких-то митинге хотят делать что-то. Я здесь пытаюсь давить. Все. И этот человек, который один из лидеров. Это вот. Когда он ушел, мне прям 50% легче стало. И этот человек убегает на больничное. Вы знаете, по кодексу, когда человек на больничном, мы не имеем права его увольнять. И он убегает на больничное. И что интересно. Когда уходит на больничное, он забывает выйти в WhatsApp Web со своего компьютера. То есть до этого подсоединился в WhatsApp Web. И он забывает. Он уходит. И остается WhatsApp Web включен. И это воля судьбы. Это просто вот свыше Бог помог мне. И я месяц читал переписку, что они пытаются сделать. Где они воруют деньги. Как они собираются меня сносить. Как они объединяются в разные эти. Какие документы они поделают. И месяц я это все собирал. Вот оперативная работа. Которая мне помогла. А потом до человека вызвал. Я говорю, я опубликую это. Либо все заявления пишите, и все гурбой отсюда уходите. А там все схемы были, как они... Ну не прям схемы. Я не был, что схемы. Но понятно же было. Ну человек пишет другому человеку. Что этот... Кстати, меня идиотом они называли. Что этот идиот? Добрался уже до запчастей таких-то. Он говорит, а что этот поставщик говорит? Что он говорит? Он говорит, да пока нормально держится. Но он пока не понимает. Пример говорю. Ну естественно, я буду ковыряться в том направлении. А что с этим шифером, который? Все нормально, там пока тишина. Ага, я понимаю, что мне нужно идти шифер проверять. Это прям... Это была фишка. У меня, кстати, все это сохранилось. Это конечно сейчас хейтеры скажут, там чужая переписка, там нарушение конституционных этих. Зато тазалки прибыли. Плюс я миллион на месяц прибыли. Это свыше. Это вот с его помощью все произошло. Так бы я, как бы не выпендривался, я бы не осилил это. Это так он сделал. Всевышний так сделал. Это нужно было в этот момент. Хотя, по сути, если вот так взять... Вот мы сейчас разговариваем, разговариваем. Ничего такого прям на штангу. Ну, тазалок, ну, это вот такая на карте. Одно моё предприятие из тысячи. Просто для меня целая жизнь. Ну, для нашей аудитории... Для меня лично очень интересно, как это всё происходило. Как вот эти изменения, как вот эти все схемы, движения выявляли. Один из инструментов. Да, случайно, ненамеренно. Я не знаю, насколько это... Юридически правильно, не знаю. Но так сложилось. Раз уж никаких заявлений, истецов, раз уж нет, значит, по мировому... А что, не пойдут заявления? Пойдут писать, что мы вот воровали деньги, и вот так переписывались, и он это за прочитал? Я что же понимаю, что он скажет? Ну, да, я это вытащу и скажу. Да, вот это я у тебя с компьютера. Да, нарушение прав, залез твой компьютер. А что я там увидел? Там преступление увидел. Ладно, у меня административное наказание. Да. Максимум, ещё что-то. В вашем случае там преступление, да? Да. Да и то. Не знаю, это же я... Вы там порешали, опять же, по мировому. Ну, заявление... А самое сложное именно вывести... Да, 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 да. Потому что закон состоит так, что это очень сложно этих людей уволить. Закон, ну, может быть, это и правильно, потому что, чтобы каждый самодор директор не увольнял направо-налево людей, тоже, может быть, это и правильно. Но была определённая группа людей, которая уволена была предыдущим директором, 12 человек, 12 или 7 человек, 7 человек, по-моему, было. Он их уволил, и вот они выиграли суд. Суд выиграли. И пришлось, что Азалукова выплачивает им там 6 миллионов. Компенсации. Компенсации. А предыдущий директор был прав. Вот видите, система какая. Поэтому, когда приходит... Ну, я об этом говорил, когда приходит реформатор, они пытаются делать, они потом думают, 20 раз думают, да зачем мне это нужно, завтра его суд оправдает. А по новому закону это ещё директор должен выплачивать. Из-за этого так сложно менять систему? Да, да. Из-за этого 20 раз думают, прежде чем увольнять или нет, директор думает. И вот завтра суд решит, и что я буду делать. Есть ещё по ресерчу у нас момент, по изучению, что больше всего в жизни вы, оказывается, боитесь не оправдать надежд. Чьих надежд? Я вот про это говорил уже. Это отображение людей. Это же откуда-то пошло, наверное, скорее всего. Нет, я не буду говорить, что есть травма, потому что это будет неправда. Никакой травмы нет. Но вот последнее время начинает давить то... Кстати, последнее время, наоборот, спадай. У меня сейчас хейпер проведет, который... У меня хейт каждый день, и мне лёг что-то. А вот до этого, если посмотреть год работы, я сам иногда удивлялся. Я комментарии читаю, и там 99% красавчик я. И это так давит сильно. Это приятно, чудовищно. Ты понимаешь, ты ещё больше хочешь работать. Но в то же время, не дай бог, я ошибусь. Блин, я же подведу их. Там человек на меня надеется же. Он же верит. Он не посмотрел на меня. Он не посмотрел, что я с неба упал. Никто меня не знал. За месяц вся страна узнала. Он не посмотрел на... Может быть, где-то национальную принадлежность. Он не посмотрел ни на что. Он просто пишет, ты красавчик, ты работаешь, я верю. Он что, да, он, конечно, знает, я ему, там, плазал прибыль, это же другая вещь. А ещё же подсознательное сердце, где там верит. Эй, молодец, ищите ты. Я же вижу там. Бухой, подходит кафе. Вот в дупель пьяный. Готовый. Эй, молодец, ты. Вот, я же вижу, ты же, он же вот... От души. От души говорит. Он пьян, но он от души говорит. Эй, ты вот, молодец. Я, он же... Что думаете, у него сейчас, поинтересуйся, информацию возьми. Он знает, что я там, тазалок, прибыль выбил 7 миллионов. Откуда он? Он просто вот что-то ему ёкнул. Потому что, и вот когда вот всё, вот, смотрю я, начинаешь переживать. Так, вот, ответственность. Это ответственность, ребята. Они же... Они же верят. Они мне поверили. А это не малого значит. Человек тебе поверил. Человек тебе поверил. И... Ну, в общем, вот поэтому я... Беспокойся за ожидания. Да, беспокойся, да. Это как, знаете, как когда вот в UFC бойцы. Кому тяжело? Защищать свой титул. Тот, который идёт на титул, понятно, проиграл. Ну, не ещё, ну, как бы терять... Да. Безболезни, нежели тому, как... Безболезни, да. Он потому что не ощутил, что это такое. А тот, который защищает свой титул, особенно не раз. И он целый год-два там защищает свой титул. И он понимает, что он ноль поражений. Каждый раз психологически. Вот примерно такая же ситуация. Ты понимаешь. Я вот вышел про воду, сказал, ребята, придётся штрафовать мне. Штрафовать придётся вас. Нельзя поливать. Можно поливать. Только поставьте счётчики. Вот ты когда говоришь, и там комментарий читаешь. А-а-а, продался Алиев. Всё. Воду Казахстана продал. Мэриан Сэлзин. Ох, блин, думаешь, ну, это же неправда. Брат мой, ну, это неправда. Я такой же Алиев. Я так же хочу работать. Я так же хочу что-то сделать, изменить. Ну, как-то так. Походу, сейчас ещё больше давления вам ощущается, после того, как... Вице-мэром стали. Да. Теперь-то некоторый год пропал. Ну, конечно, пропаду. Сейчас у меня девять служб. Сейчас с ума сходишь с девяти службами. Раньше был один тазалык, но ты понимал, что всё. Надо убрать мусор, надо вычистить, надо это сделать. Это было одно направление. Сейчас девять направлений. Сейчас думаешь, как бы вода была, как бы там тепло было, как бы... Тазнулось и под руководством было 1600 человек. Сейчас под... Если даже не под посредством... По кураторству, да? По кураторству, сколько человек? Так, 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 так. Ну, не знаю, ну, ну, около... Больше пяти тысяч? Ну, наверное, да, где-то за пять тысяч, наверное. Нет, а есть так, можно считать, по кураторству. Есть у вас, вы для себя определили, миссию жизни. Какая у вас миссия? Вот я, вот не поверите, недавно об этом задумался. Совсем недавно. Я вот думаю, а дальше что? Вот, ну да, вот там, понятно, локальные там МПшки пошёл, вот сейчас там ВЦМР стал. Что дальше, да, вот как бы? Вот миссию как таковую, конечно, я говорю там, охота творить благое, охота быть нужным, охота обязательно признание. Конечно, здесь немножко числа им попахивать, но всё равно... Ну, всё равно... Нормально. Да, это нормальное явление, там, охота признания народа, охота это всё. Потребуется почти что каждого. Ну, как бы здорового человека. Да, вот я, вот после этого всего, как я задумался, загуглил там, Рамис, это подающий пример, оказывается, творящий благое имя. Я думаю, о, вот как красиво, а может быть так, а может я вот... Ну, это, конечно, громко сказано. Это потому что... Я не знаю, как вот... Куда выведет это всё судьба, но на сегодняшний день это действительно охота принести пользу. Действительно. И с признанием пользы. Самое главное. Это тоже, оказывается, немаловажный фактор. Я вам честное слово говорю, в Фимпуле я не меньше работал. Так же пахал. Ну, вот мои коллеги могут, или мои руководители могут, они соврать. Там, что, медаль вся у меня, все медали, всё это по заслугам был оценён. Вот можно, кстати, вставить. Могу дать фотку. Да, давайте. Да. Всё это было хорошо. Но там не было такого признания, как здесь. И не только у меня, у многих там оперативников, следователей, финансово-политиков, ну, как это, как любая силовая служба, она же так... А здесь, конечно, здесь признание народа есть. Признание народа, что вот... В общем, цель... Хочу созидать, хочу творить. Хочу... Создать образ. Создать образ. И действительно быть кризис-менеджером. Попробовать. Только всего два прецедента, но вот хотелось бы, чтобы дальше попробовать более другие махину. вывести из этого всего. Попробовать. Трансформировать. Да. Трансформировать. Ну, на самом деле, уже есть... Не пробовать, а вы уже есть, скажи, с менеджером, есть результаты, кейсы, есть портфолио целое из таких организаций, которые вы трансформировали и убыточно прилетели в профицитные. Я вот говорю, я про это и говорил. Я даже это хейтерам говорю. Вот кто мне пишет, я говорю, братан, пускай я плохой человек. Как минимум, синдрома самознатства у вас оказывается нет. Я вот это оценил. Вон, вон. Он в плюсе. Покажи, когда был твой тазолык в плюсе. Покажи, хоть один. Я не говорю, я один это сделал. Команда целая, все мэрии, это все понятно. Есть же такая фишка, которая полупендриваться можно. Мне кажется, что по нашим результатам, по креативству, я тоже наставничеством занимаюсь, по ютюбу, по креативу, по ютюберству, по предпринимательству, может быть, чуть-чуть. И когда обращаются люди, которые хотят либо по подкасту, либо по ютюбу, либо по, опять же, предпринимательству, чему-то обучиться, там спрашивают совета и там подобное. Тут два-три критерия есть. Например, для чего это хотите сделать? Ну, с одной стороны, чтобы сделать вклад в мир, улучшить там тазарту, агарту. Классные мысли. А есть еще категория, которая говорит, я хочу просто стать известным. И еще третье, я хочу просто заработать. То есть, вот этим что-то конкретно. В моем случае, я говорю, если ты хочешь заработать или ты хочешь там стать известным, ты, наверное, из тебя что-то выйдешь, и ты, наверное, либо подкастом, либо ютюбером станешь. А когда говорят там, хочу сделать вклад в мир, хочу улучшить сообщество, там чуть абстрактнее. И, возможно, на восьмом выпуске вы сольетесь. Потому что вы, я не знаю, у вас своя чаша заполненная, вы сами зарабатываете, то, что у вас хватает, и там даже излишки есть, что вы там захотели в мире улучшить. Если нет, тогда давайте конкретно, давайте вы будете нормально зарабатывать сначала. И когда у вас уже чуть больше чаши выливается заполненное, дальше уже пытается там улучшить все окружение и мир улучшать. Потому что вот этот первый вариант, когда четко, конкретно знаю, просто делают это, для того, чтобы стать популярным, и четко зарабатывать, у них легче получается, они доводят до результата. А когда сразу пытаются улучшать мир, там сомнительнее. Согласен, согласен, полный согласен. Вы знаете, вот эти первые две категории, они как таковы самые успешные. Согласен, конечно, если человек, вот, опять говорю, сегодня наговорил уже всего. Вот знаете, кто были самые сильные оперативники? Вот, самые сильные оперативники. Либо тот оперативник, который гоняется за деньгами, ой, он такие финты сделает, он такие комбинации сделает, чтобы раскрыть это преступление, чтобы найти того человека. Либо тот, который хочет признания. Вот те же красавчики, не берут деньги, много же их. Но у них тоже движется, признание. Он хочет выйти, красиво там, задержать там, шоу показать сделать. Днем он, лишь бы медаль дали, и все им. Ну и такие. Четко работающий мотив. Да, это мотив. Классно, что откровенно это говорит, то есть хотелось признание. Вот я бизнес сделал, там работал, и дальше что-то вот ради признания, плюс благо для народа, для окружения. Но, в первую очередь, вы откровенно сказали, вот признание хотелось, сделал. И от этого мир выигрывает, то есть в погоне за признанием, вы улучшаете мир, окружение, организации. Конечно. Это люди разные, например, у меня, вот, в семье даже, на две категории. Вратишка говорит, ну зачем мне твоя эта нужна? Ну зачем, ты пять утра встаешь, там бегаешь, все там воюешь, ну зачем? Вот у меня, говорит, хорошая машина, вот у меня бизнес. Ну нужно, я, говорит, захотел, полетел куда-то. Ну что же ты тебя по телевизору показывает? И где-то, может быть, и он и прав. Может. А я говорю, ты что, дурак что ли? Твои деньги, да ерунда, но деньги есть у всех. Подожди ты зато, смотри, ты видел меня там? Он мне, Павлато, 24, например, ты видел, что-то творится? Ты же сам говоришь, выпендриваешься, я его братишка. А что ты? Здесь, здесь, он же гордится, говорит, что мы родным братом. Здесь поэтому у кого-то, вот, цели, да, вот цели в жизни. Вы сейчас как раз к очень интересной теме подвели. Семья, братишка. Мы к этой теме подходили, но чуть-чуть отошли вот из-за последних вопросов, которые мне надо было отбить по нашей структуре. Вот тема семьи, братишка. Вы, отец был сначала преподавателем в Советском Союзе, потом в коммерцию, в бизнес ушел. По примеру, отца тоже бизнесом занимались, потом именно в госструктуру ушли. Примерно мы вывели, что в госструктуру идут все-таки, когда хочется не просто зарабатывать, но еще и признание, чтобы и вкладывать, и это признавали. Но откуда все это вот пошло? Вот ваше детство, братишка, сестренка. Да, понятное дело, семейная часть, мы это там чуть-чуть обсудили, там тоже можно, кстати, чуть-чуть затронуть. Какие отношения там с детьми, в семье, как вы себя ведете? Какие взгляды, какие ценности внутри семьи у вас? Или времени не хватает, возможно? Как вы касательно этого мыслите? Я, наверное, не знаю, мне кажется так. Я, наверное, строгий, строгий брат, строгий это. Потому что, видите, вот тема времени была. Вот представьте, что такое оперативнее. Тем более в Нарыне жил, дома не появляешься, ночью приедешь, утром уедешь, это уже образ жизни был. И в семье, ну, у нас, у нас в семье, вот, я вот часто маме говорю, у Амархайяма есть выражение, не расплескать бы, чашу счастья. Да, у нас вот в семье прям идиллия. Вот мы вот, как бы. Не расплескать бы, чашу счастья. А, не расплескать. Да, она вот чаша счастья полная, вот, все хорошо, внуки, семья, у нас там дом родительский сейчас классный, большой, наконец-то, достроили, вот, это родительское огневое воздушко. Не знаю, если я в этот концепт семьи, может быть, и странно, характером, наверное, не вливайся, потому что все-таки у меня гос, все-таки, а там немножко бизнесмены, там немножко, может быть, движет. Но, как муж, как отец, ну, я так думаю, это мое мнение, что я неплохой, это, конечно, дети оценят, это, конечно, супруга оценит, я думаю, я неплохой, видите, я же еще себя позиционирую как психолог, я по третьему образованию психолог, я окончил эконом-фак, очно, потом юрфак окончил, и потом психологию еще окончил. Тоже очно? Нет, психология заочна, поэтому я, психология национальная, а эконом-юрфак в славянском, поэтому гештальт открытый я свой не оставляю, вот поэтому, не знаю, я вот, как бы, позиционирую себя психологом, поэтому я стараюсь, что в семье, семья это, это основа, семья это основа, семья это важнее, важнее денег, важнее карьеры, иногда, конечно, зачастую карьера на первый план выходит, но семья это главное, и когда вот в семье все хорошо, знаете, как и на карьере прет, и в бизнесе прет, вот когда, ну это наверное любое, а мужчина знает, когда дома уют, когда говорят еще, тыл прикрыт, тыл прикрыт, вот мужики поймут, как только жена начинает, женщины, простите, я образно, гавкать, сразу и бизнес не идет, и на работе проблемы, поэтому в семью мужчина, но все должно строиться на мужчине, абсолютно все, все семейные правила игры должны строиться на мужчине. Это наверное вопрос ответственности, да, то есть, если жена расстраивается, все плохо идет, это к тому, что не нужно давить до того, чтобы жена расстраивалась, да, сильно, ну женщины разные бывают, да, чтобы у всех было все хорошо, у всех атмосфера такая экологичная была, и это по вашему мнению, то что зависит от мужчины, то есть это ответственность нужно поддержать. Однозначно, однозначно, вот, все равно женщины, они и созданы по природе, как, хотел сказать, второй номер попадет, да, еще от женщин, да, там будет, сейчас тренды такие, да, не пошли, есть, то есть, и разные движения, и взгляды, да, но женщины должны признать, что они, как бы, слабый пол, что они нуждаются в сильном мужском плече, и мужчина это и должен дать. Ну, по биологии, женщины более эмоциональные, и более эмпатные, сочувствующие, и, может, и хрупкие. Однозначно, однозначно, поэтому, говорю, бразды правления должно быть у мужчины в руках. Однозначно, должно быть. Я сейчас, по-моему, потеряю подписчиков, там, среди женщин, но, но, но там еще и женщины тоже могут управлять, те, которые, мы сейчас, капец, в демагоги пошли, да, да, по разошлению. А детство? Детство, 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 был, был ли у вас буллинг, это вот очень такой широкий вопрос, который, наверное, у каждого ребенка, в той или иной мере, в какой-то период жизни был, в детстве, то есть, это либо в садике, либо в школе, либо в университете. Булинг? Это вот травляк какой-то группой? Я очень сильно заикался, очень сильно заикался, особенно, когда нервничал, стихотворение рассказать не мог в школе, это меня настигло, особенно, вот как раз, вот переходный возраст, это вот 17, 16-17 лет, 9-10 класс, мое заикание, это было для меня катастрофа, а еще и когда поступил в университет, представьте, в университет, а заикание появилось именно в 8-9 классе? Нет, заикание появилось раньше, было, то есть, она была, да, это, наверное, с детства, 34-й класс был, я заикался сильно, сильно заикался, и вот, обострилось это как раз уже вот, первый, второй курс университета, и вот как раз таки вот переходный период, тогда, когда тебе нравится там, девушке, когда ты должен что-то рассказать, а ты выходишь, пытаешься влюблено, и твое все это, ой, как вспоминаю я это, и вот, представляете, а я тогда мечтал играть в КВН, я тогда мечтал играть в КВН, и у меня друг, самый близкий мой друг, это, КВНичка, Татьянат Керимбаев, вы, наверное, знаете его, но как друг мне, так, ну, вот, и, ну, вот он, он как раз меня звал, вот, как раз звал, и вот, вот это было основной причиной, по которой я не пошел, я заикал, как я выйду на сцену, что я буду там говорить, я вас всю команду загублю, вот, вот как-то, не знаю, они говорили, харизма была, все было, желание было, я вот хотел пойти, ну, вот это была травма, это была травма, потом, вы знаете, это и помогло, сейчас, конечно, иногда, когда я нервничаю, когда быстро пытаюсь говорить, или там, когда супер, иногда бывает, там остатки, я могу заикаться, но, вот, вот этот, видать, что-то произошло такое, что я вот, переборол это все, заикание прошло уже каким-то образом, это во время второго, третьего курса, да, да, я прям себе задачу ставил, что так нельзя, а заикание-то что, это заикание, это уверенность, это уверенность, нехватка уверенности, это, да, нехватка уверенности, ну, один из вас, я так думаю, я не врач, конечно, но по психосоматике, скажут другое, совершенно другое, там скажут, там, видимо, вам не хотелось говорить что-то, излагать свои мысли, свои ощущения, и, что, дабы избежать этого, вы начали заикаться, ну, психосоматики так скажут, да, я читал и эту версию, это уже в университетские годы, я пытался понять, что это, чего это, что там, испуг говорили, ну, в общем, ну, вылилось от то, что вылилось, вылилось в то, что каким-то образом на третьем, четвертом курсе это стало уменьшаться, уменьшаться, и вот сейчас, не знаю, конечно, где-то это прослеживается, но сейчас хотя бы могу свободно излагать свои мысли, вот это было да, вот это была травма, а представляете, что такой возраст, когда тебе нравится девушка, когда у меня, у меня на втором курсе, на третьем курсе уже машин было много, уже с Германией, машины, каждый меняя машину, одеваясь, деньги есть, все есть, а мысли не можешь высказать свои. Познакомиться с красивой девушкой не можешь. Можно, но сложно. Так немножко юморной получалось. Да, вот, и вот КВН не пошел, а так должен был, я тогда знаменитым был, Анети, 1-1 студия, всякие там. Я почти так говорю, это мои друзья, да. Нет, нет, это Камень Богород, да, Бахи, Асхату, Рася, кто еще там есть, второго плана актеры. Никто, четверо. Даниэр, Асхат, Бахтер, Даниэр, хороший парень, Даниэр трогать не будет. Будем, Даниэр хороший парень. Остальные, есть вопросы к ним? Красно. Но, если чуть-чуть копнуть, все-таки. Могель про КВН, я пытаюсь, что это. Я надеюсь, зрители поймут. Да. А что такого произошло? Ну, я Рася вице-мэр, чтоб ты знал. Да, так что этот, не огрызайся, да, у себя в контенте. Да. А что такое произошло в детстве, вот во втором классе, в первом классе, что появилась необходимость в заикании? Давайте по психосоматике разберем. Интересно же? Я правда не избегаю этой темы. Я правда не избегаю. Кстати, это тоже сложный период. Сельская школа, прийти в городскую школу, по нагрузке, был сложный период. Ну, это такая нагрузка была. А в классе все русскоязычные? Русскоязычные были, да. Там такой барьер, вот я говорю, не увиливая темы, просто я часто сам себе задавал вопрос, почему, что могло произойти такого? Ну, может быть, какие-то конфликтные ситуации с друзьями, но они такие бытовые, да, вот сказать, что кто-то... Это сознательно сейчас кажется бытовым, а подсознание же вот эти эпизоды... Может быть, может быть, да. был какой-то эпизод, который очень сильно повлиял, вы про него, дабы остаться в здоровом, сознание забывает, подсознание, это в виде триггера остается. Может быть. Но не разбирали, да? Нет. А вы тоже психолог? Нет, нет, я вот за счет беседы с разными людьми чуть-чуть... Нет, а вы тоже психолог? Напрактиковался, можно сказать. Вы практикующий психолог. А еще есть, оказывается, такие травмы, страхи, боли, которые по наследству тоже передаются. Если в 1933 году был какой-то большой шок, по наследству вот эти страхи от поколения в поколение, даже просто на уровне генов такие страхи могут передаваться, оказывается. То есть, когда-то ущемили прадеда в правах, в разъяснении своих прав большие силы, и этот страх, то, что ты выскажешься, все, за это тебя могут очень сильно наказать, и этот страх может, оказывается, бессловесно от поколения в поколение передаваться. Блин, крутая теория, но я буду думать о ней. Я у Дашки ее видел. Это вот эксперименты на кроликах, на крысах делали. Вот в двух коробках, наш предыдущий гость рассказывал, в двух коробках разные виды. Там тараканы были, либо крысы были. Этих, перед тем, как кормить, делали какую-то... А, открывали и током били, потом кормили, а тех просто открывали и сразу кормили. Потом у них рождается следующее потомство, их сразу же изолируют, и когда открывают, тех, которые просто кормили, они как бы просто никакую реакцию не делали. А тех, которых били или там током ударяли, они, когда свет падал, сразу съезживались. Ну, может быть, вот это переселение было по наследству. Может быть. Может, да. Как бы, это тоже теория, гипотеза, просто попытались разобрать. Я думал, здесь что-то вспомните, но не получилось. Я вот, говорю, я из детских травм только вот заикание, и уже когда в юмористе, это вот выбор другой школы. Это, конечно. Такое, чуть-чуть сложновастенький, да? Я вот сейчас себе этого не простил. Ну, тогда видите, друзья. Там я какую-то трагедию не увидел. да, пришлось с новым окружением. Да, новое окружение, подготовка к, а я там любимчик везде, там у меня свой должен быть выпускной танец. это интересно. Да. а-ля своеобразной суперзездой были. Ну, как бы любимчиком были. Ну, я там, вот, ну, участвую там в каждом конкурсе, который есть, там, президент класса или участвую. А здесь на кону дружба уже. А на всем наследие какая дружба? Ради друга все. ради друга все, там, 30-е. А оказалось, что? А оказалось, что? Потом приходит мысль, что можно было бы и доучиться в этой школе. Оказалось, что не стоит свеч. А не что? Нет, с этим друзьям все нормально, общаюсь, никаких подгонностей нет, но вот, то есть, сама логика, вот, не было логики, да, в этом все. Если на чашу весов поставить, вот, представляете, вы проучились столько лет, и ваши одноклассники, вот я помню сейчас их слова, ты что, Рамис, у нас выпускной наносует, ведущий, ты куда ухожешь, какую другую школу? Тогда как-то казалось, нет, что там, друзья, мы там, банда. Там, этих двух-трех друзей, по-вашему мнению, был ли страх не оправдать их надеешь? Может быть, может быть. Наверняка так и было, потому что, вот мы и пришли к этому, что вот этот, ожидание, я понимал, что они ставку на меня делают, я сейчас их все не оправдаю, это же, ради этих ожиданий можно и своим счастьем пожертвовать, в принципе, ну, комфортом. Друзьями, с которыми 7 лет учились, 9 лет учились. Можно. Вот этой ценностью, общими эмоциями, потому что здесь ожидания есть, и они для вас были важнее. Вот поэтому, наверное, оттуда и пошло, что я сейчас прям груз ответственности, всего это признание так чувствую на тебе. Ну, это как раз период, вот 40 лет, 41, после 35, как раз вот этот приходит период, оказывается, переоценки, своих ценностей, размышлений над причинами, даже не миссия, ни что потом, а почему, для чего. Вот как раз в этот период, оказывается, приходит. ну, вот как раз и 40, скоро будет, кстати. Сейчас 39, 40 скоро будет, Скоро будет 40. И я знаю, какой-то эпизод, вы домой пришли, то ли ваша семья, то ли дети, либо родители, смотрели какой-то эпизод по телевизору, в новостях, и расплакались, оказывается. Что тогда было? Да, у меня даже есть видео, это тот момент, когда я ухожу с тазалок. Вообще, во-первых, я сам не ожидал, что это так будет. А так, так грустно, это все будет выглядеть. Я, ну, как бы, по идее, по сценарии, это не должно быть грустно, но мне назначают вице-мэром, то есть, карьерный рост, все понятно. Это было недавно, да? три месяца. Да, это, я сколько, три месяца, по-моему, на должности. И, мне назначают вице-мэром, ну, естественно, я прихожу попрощаться с коллективом, и вот, а там же такая, так символично, знаешь, я даже хотел бы, чтобы показали вот здание, какие были, какие стали, и вот новое здание, которое построил, оно все красивое, яркое, и вот этот конференц-зал, я мечтал, чтобы, знаете, вот пресс-центр был, все это сделали, и вот туда, я не насладился, я один день не смог в своем новом кабинете посетить. Вот как я закончил кабинет, ремонт все закончил, и меня перевели вице-мэром, меня назначили. И вот, в этот момент я захожу, и они, ну, там понятно, картины дарят, там что-то, какие-то подарки. Коллектив. Коллектив, ну, коллектив, он встал на ноги и стал аплодировать. Я прохожу, и как-то вот это вот, вот все это придало какой-то эпичности этому всему событию. Я прям вот, я готовил речь, как бы, хотел, как бы, вот, нравоучение сделать. Что вот продолжайте дальше, давайте, то все. А речь получилась, не знаю, вот в инстаграме есть, как-то я еле сдержался сам. Очень грустно было. Прям еле сдержался, прям, как-то, не то, что прослезился, но было очень тяжело. Очень тяжело, это все, видите, и я сел в машину, взял видео и стал записывать. А у меня есть привычка записывать до и после. грустно и непонятно и радостно, когда мне доверили высокий конст. В общем, прощай, это залы, я всегда с тобой. И вот, и вот это видео выкладываю в интернет, оно получилось такое грустное видео, даже знакомые там писали, это, там видно, ты что, чуть не заплакал. А потом захожу домой. Захожу домой и за столом сидит мама, папа, по-моему, невестка и сестренка. И мать в слезах просматривает видео, которое, вот, мой уход сказал это. И, конечно, грустным событием стало, моментом. Хотя, по сути, по сути, меня не уволили, меня никуда не убрали, мне на повышение, я стал вице-мэром, мэр мне доверил более сложного участвования, более ответственный. Но, вот, вот этот момент прям, грустный момент стал. Не вспомнился тот момент, когда вы с той школы в последний период уходили? Нету такой циклически, как будто с каждой работы уходите, и как будто вы бросаете такую семью, с которыми такие общие воспоминания. Нет, это было более значимое событие, чем школа. Это было более значимое. Ну, тазолык, да, это же, это же. Во-первых, это в зрелости уже. Там-то юноши, там-то забываются все вещи. А это же зрелость, это моя, это тазолык, это же, я говорю, он, он ворвался в мою жизнь, как, вот, все перевернул. Во-первых, я стал узнаваемым. А это, вы вот, вы же узнаваемый человек, вы же знаете, а что это такое? Это, это как говорит мой друг, по-моему, и ваш друг. Ирлан? Ирлан, да. Ирлан говорит, все, ты, говорит, в карусели. Мы про Ирлану Кукулову, это наш общий друг. Все, ты, говорит, в теме, ты в карусели, все, погнали. И это все дал тазалык. Это дал тазалык, переживания страшные, радость, достижения. А я же тоже, по самолюбию бьет, это же тоже оправдание твое. Ну, приятно же. Оценка твоего вклада. Да, даже пускай хвастаться. Вот я сегодня, в процессе этого интервью, раз, пять сказал, тазалык прибыли. А у тебя шестой раз. Вот я говорю, это же все, это же твое же, что создано было. Хотя твое создано, правильно поймите. Там не я один такой, на белом коне, выехал. Там команда, там целая команда, которая, ты мир жила, прошла команда была. Молодые девчонки пришли, которые поддержать меня. Там ребята с Фимпола пришли, поддержать меня. Перешли? Сработу жалом перешли? Да, автозалык пришли. Это надо признать. Прямо свой спецотряд туда привели. пришел, пришел. А, кстати, это и писали же, вот он свои кадры назначает. Это было правда. Я где-то порядка 10 человек с собой привел. Очень классную тему пришли, но надо нам еще и бить в вопросах, отбить. Нет, компиляция вопросов. Такие широкие вопросы, на которые на лайте можно ответить, чисто, вот, быстренько, по субъективному мнению. Так. Вот, вы же в Тазалыке, в мэрии сейчас, и, наверное, знаете по локациям, хотя бы знаете, где, по личному вашему мнению, для Бишкека, места Бишкека, которые обязательно нужно посетить для приезжего, либо для бишкеччан? Три локации, которые, в первую очередь, к вам лично в голову приходят. Сейчас? Да. Но это будет с производством связано тогда. То есть, это же мое мнение. Да, да. Пускай это будет... Ваше мнение для приезжих, либо для... Да, пускай это будет сквер Держинского, нижняя часть. Ниже Чуя? Ниже Чуя. Ага. Абдамунова, ниже Абдамунова. Потому что мы его заканчиваем, я хочу, чтобы посмотрели люди. Однозначно, пускай это будет Малдебаева. Улица Малдебаева пускай будет. Малдебаева. Малдебаева. Речка. Пускай это будет речка. Ну, вы все места, которые недавно только отремонтировали, вот такие говорите. Вот, я говорю, мне это все приходит с производством. Поэтому мне очень сложно. Я сейчас, конечно, могу сказать достопримечательности наши. Там парк Интемах. Да, парк Интемах. Но я вот... Это же Блиц. Первое, что в голову приходит, это то, где мы заканчиваем работу. Хорошо, Держинка. Малдебаева-Хамбаева. И третье. Ну, пускай будет... Куда, чтобы люди могли пойти и сказать, О, Алиев что-то необычное нам показал. Вот тут что. Что там? Резиденция... Это новый дом президента? Я хотел сказать, но это чуть-чуть. Тоже с производством связано. Да, да. Ну, давайте парк Интемах пускай будет. Парк Интемах. Пускай будет парк Интемах. Трелокация. Там как раз двух зайцев в угле. Зафиксировали. Ваша самая главная ошибка. Ну, я предполагаю, вы на этот вопрос, наверное, ответили, но может сейчас какой-то момент на вам придет. В жизни ошибка? Да. Очень сложный вопрос. Очень вот... То, что на поверхности? Ну, на поверхности. Давайте замена школы. Замена школы? Да, да. Пускай будет вот так. А если глубиннее? Ну, это сложно. Глубинный-то ошибок. Да, я бы не сказал. Нет, это и будет. Мы же сейчас разбираем же этапы своей жизни. То есть, например, выбор профессии, семья, друзья, то все нормально. Чистый город или безопасный город? Чистый город. Один из ваших любимых фильмов «Закону тут не место» оказывается, как кажется. Почему? А это информацию я вам давал? Наверное. Либо наши нашли. Интересно, да. Почему? Ну, здесь понимать нужно две вещи. Первое, что моя нынешняя должность. И второе, что это надо посмотреть этот фильм. И тогда все вопросы снимутся. Ну, по-вашему, в формате Блица. Из-за вот этого? Потому что так-то. Из-за правды. Из-за правды? Да. Потому что правда. Да, потому что правда. Когда вы работали в Тазлых, вы читали комментарии, и насколько это было полезно? Полезно? Ух ты. Это было полезно. Это давало дополнительные энергии. И, возможно, даже фундаментально полезно, которое вас поддерживало. Ну, что? Это же ты читаешь, тебя хвалят, ты еще больше хочешь сделать. Да я еще вот так могу сделать. Да, да, да. По вашему мнению, три книги, которые должен прочитать каждый? Ну, давайте так. Давайте Ликонью. Ликонью? Путь Ликонью. Да, путь Ликонью. Опять-таки, да, я все в производство. Государь опять в производство. Ну, государь это не про производство. Это Макеевиль. Да, да. Макеевиль все равно. Это совсем не про производство. Это конкретная политика. Я имею в виду производство то состояние, в котором я нахожусь. Я опять к этому веду. Государь. И, блин, вам покажется странным, вам покажется странным, но Ирвинг Вашингтон «Жизнь пророка». «Жизнь пророка». Теперь три фильма, которые, по вашему мнению, должен посмотреть каждый. Три фильма. «Закон тут не место» пускай будет. Пусть будет «Отважное сердце» либо «Храброе сердце». Мэл Гибсон. И Судный из классики. Пускай будет фильм из Гайдаевского хочу сказать, чтобы разнообразить, чтобы и доброта, и... Операция и там... Пусть будет операция. Операция, да. «Тазалых» или «Мэрия»? Ох, сейчас вы... Сейчас я доиграю с этим. Ну, лично, пока что вот... «Тазалых». «Тазалых». «Крыгызский язык» или «Русский язык»? Либо «Азербайджанский язык». Давайте его добавим. Либо, пускай будет объективнее, субъективно, но по объективным критериям «Крыгызский» либо «Русский». Потому что все-таки «Азербайджанский» — это отдельная тема, это ваше родное... Кстати, я бы не выбрал «Азербайджанский». Да? Да. А вот между «Крыгызским» и «Русским»? Вот я думаю, вот так думаю, да, я вот... «Крыгызский язык» мне дал крылья, «Русский язык» мне дают ноги. И вот... Ну, чтобы по-честному... Давай «Крыгызский». Не потому что вот хочу что-то сделать, просто лишь потому что с пользой для себя. Я говорю как сейчас... Даже прагматичный себя? Да, 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 абсолютно верно. Вот прям точное слово. С прагматичностью я говорю «Крыгызский». Если бы вы могли вернуться в прошлое? Ну, это такой банальный, кажется, вопрос. Какой один совет вы бы дали самому себе там? Ну, я предполагаю, в каком уровне вы сейчас вернете? Нет, 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 я могу ответить. Да? Сто процентов. Учиться усерднее. Учиться усерднее. Просто по всем предметам. Однозначно, знание, знание. А вы же и так хорошо учились? Недостаточно. Да? Однозначно. Если мне судьба предоставилась шанс, я бы проучился бы по-другому. Ну, как? Давайте конкретнее. Лучше проучился бы. Я бы языки учил бы. Вот, да. Я бы языки, я бы английский выучил бы. Это вот однозначно. Я бы философией бы увлекался. Я бы русский язык по-другому выучил бы. И еще психологию, да? Ну, психологию уже можно в позднем этапе, но фундамент. Фундамент. Ребята, учиться, учиться, учиться. Но это не мои слова, кстати. Классно. По блицу мы отбили. Теперь чуточку можем побеседовать по глубине, по вот этому моменту с детства. Переезда, да. Есть же моменты, которые, наверное, вы забыли, очень сложно вспомнить. Но тот момент, когда вы очень сильно обиделись. Это может быть обида вообще на весь мир из-за какого-то эпизода. И это очень глубоко обычно заложено. Вот вы сказали, период переезда, и пришлось из деревенского прощаться или сливаться с городскими. Тут еще и факт того, что у вас национальность азербайджанская. Там, наверное, тоже какой-то элемент. В детстве это же острый как-то. Ну, вы знаете, наоборот. Это в детстве нет, потому что еще не забывайте, это 96-е годы. А, это пока что атмосфера советская есть. Да, советская атмосфера и в классах больше, наоборот, разной национальности. Поэтому здесь нет. Но такая обидка. Вот знаете, вот переезжаешь, когда переехал с деревни в город, ну, понятно было, что деревня уступала по уровню образования, по школе. Очень было тяжело в школе учиться первое время. Прям сложно было, двойки получал. Тем более школа была сильная, в которую сначала переехал. И тогда я встретился с другой категорией сверстников. Я, кстати, недавно об этом вспомнил. Я в парк там ездил, Тульбердио парк. Там мы проводили койки работы. И там же был мой маршрут детства. Я в школе 19-го ходил, там через 40-ка, помните, там озеро было 40-ка. Ну, в общем, и вот к этому парку. Там что-то наподобие леса, да, еще? Да, да, да. Лес там, по-моему, до гвардии вниз. И вот, представляете, парень приехал с села, ну, колхозник, да, приехал, там, 5-6 класс. Учусь и никогда не забуду, домой иду, и там девчонки, они, они же, как, ну, городские, современные. И они мне задают один вопрос. Вопрос, казалось бы, легкий. Рами, что ты девственник или нет? Это, на 7 класс, наверное. Я, честное слово, я не знал, что такое слово девственник. Вот, представляешь? Я пытаюсь это шутить, пытаюсь перевернуть это все. Я вот, как, я вот вспомнил, это совсем недавно. Вот, как раз этот парк, когда заезжал по работе, я говорю, аааа. Это какой у вас был? Ну, ну, 7 пускай был, не знаю, может быть, 7. Вы там гуляли, да, с компашкой? Мы идем со школы, я говорю, а ты девственник, я ха-ха, а ты? Она говорит, я да, я говорю, я. А я думаю, что это означает слово? И ужасно сложно было. Я не ха-хихи, опять спрашивают, я вот думаю, что это слово, что это слово. Ну, я с села приехал. Ты действительник или нет, да? Да, казалось бы, да, сейчас, наверное, любой из этих второклассников, наверное, знает, да? Ну, я с села приехал, я не знал, что это за слово. Вот. И домой пришел так грустно, так обидно. На весь мир, как вы говорите, обижен. Что за ерунда это, блин? Что это означает? Ну, потом, конечно, узнал, через 10 лет. И тогда, кстати, я и уговорил своих родителей, тоже я стал один из таких сподвигающих факторов переезда. Я уже не хочу изучиться, здесь тяжело. Здесь очень, ну, и семья, и ты живешь, и ты в другом этом, давайте, вы переезжайте. И они уже взяли, переехали. Вот как бы это и послужило тоже фактором. Это к седьмому классу, лет через, так, четыре они переехали в город? Где-то через три года, да. Три года пока вы здесь учились, да? С третьего по шестой. Да. И вот уже, ну, уже устал я уже учиться здесь. Один, тем более. Хотя семья хорошо ко мне относилась, это, болюшки мои были, все они, все хорошо относились, но, тем не менее, вот такие, вот такие факторы. Я понимал, что я проигрываю. Я понимал, что я по знаниям проигрываю, что я хуже учусь, я не могу уличный разговор базар с ними вытянуть. Хотя, казалось бы, какой разговор, дерзник-недерзник. Ну, вот я понимал, что это очень сложно, очень сложно это все. Оттуда и, вероятнее всего, сейчас, пока я не в зоне комфорта, пока я не узнал информационно, не подкован, я боюсь делать какие-то заявления, боюсь, вот, прям, вот, ответственность, наверное, вот, назначили меня, пока я не вник до конца. Да, сколько у нас водозаборов, сколько скважин, сколько кубов в день, я, хотя, журналисты просили, дай интервью, что будет в этом году с водой. Я подумал, дай вникну, я должен знать, я должен владеть информацией, а потом уже, ну, чтобы, как бы, не облажаться, да. И вот, вероятнее всего, оттуда это могло быть, вот, то, незнание информации, это было, прям, катастрофически. Дальше, походу, из-за этого и была потребность поступить, устроиться именно на такую работу, где будет доступ ко внутренней информации, к доскональной информации, может быть. Может быть, может быть, может быть, это и сподвигается. Я за справедливость. Вот у меня есть друг, мы с ним всегда говорим, он тоже, мы всегда говорим, мы за справедливость. Я говорю, что пусть будет справедливо, вот, пусть будет справедливо. и вероятнее всего вот когда вот это видишь, несправедливые вещи, может быть там когда как раз не забывайте и ваш период практически и мой период это 10-11 класс, это времена вот этих вот хулиганов, район это сила да, 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 аналоги всякие, всякие, вот всякое там что-то, бродяги приличия или там, а кто был, вот и может быть тогда еще я видел, как вот там вот всякие ребята, ходят свои группировки и может быть это еще сподвигло тоже, а надо идти там правоохранку, хотя как таковы правоохранки я и не думал там, да, юристом буду, да, вот прокурором буду, а вот видишь вот это все было вероятнее всего вот это вот могло бы повлиять как вы думаете вот как потребует нашей страны, как гражданину Кыргызстана хоть и не не Кыргызу по национальности есть ли вероятность в каком-то году это может в течение там 5, 10, 20 лет не Кыргызу стать президентом ну, таким любимчиком который сможет все-таки во благо Кыргызстана делать какие-то изменения украинские есть такая вероятность как вы думаете потому что на западе это практически во многих странах уже происходит например индус в Британии я думаю нет в ближайшее время потому что мы не должны забывать что Азией движут устои традиции это это очень свято чтят поэтому что тут говорить о другой национальности если есть региональные проблемы еще эти проблемы не решены то есть межстрановые имеете межрегионные межрегионные еще эти проблемы не решены это какие когда вот ну в Северном внутри внутри страны да между регионами а здесь еще говорят еще прийти какого-то негра поставить прямую пример и поэтому это очень сложно это либо должно быть какое-то потрясение не дай бог что там от безысходности но обычно после потрясения прям страна рост всегда страна образующая национальность более сплоченной становится и не факт что там хотя вы знаете вот я всегда удивлялся одному факту вот когда вот на залоге был вот проблема мусор валяется там как призвать в школах начал и с одним по мне так кажется умным человеком беседовал на эту тему он говорит что ты хочешь вот что ты хочешь как ты хочешь изменить он чуть такое про националистические он говорит как ты хочешь кыргызов изменить я говорю да я не собираюсь менять он говорит ладно другой вопрос на что делаешь ставку я говорю вот ставку я сделаю на следующее Кыргызстан два фактора два фактора которые меня удивили как удивили которые я вот основывая на этих двух факторах могу сделать ставку я имею оставку как это вот призыв к чистоте давайте там к патриотизму к изменениям первое это пандемия я в шоке был да не только я наверное вся средняя Азия была в шоке как народ сплотился согласны да кыргызстанцы наверное самые мобильные кыргызстанцы самые именно кыргызстан самый мобильный самый я не знаю отзывчивый период в нашей стране вот этот был когда по одному лекарству по одной ампулу друг к другу возили волонтерские движения вы же помните что это было прям я тогда в фимполе за продовольствие закреплен был вот прям они какие-то организации сами люди волонтерские идеально просто идеально сплотились как бы кыргызы сплотились все воедино второе это события я как бы как мунслужащий не должен об этом говорить но события которые произошли на приграниченных участках в Баткене да в Баткене вы же помните да все прям это твои коматы записываемся идем каждый второй Бараус 22 год 22 год вот эти два фактора как бы для меня были такие основополагающие я думаю ты смотри окровения да были смотри народ же объединяется народ объединился да беда и там и тут беда беда сплотила народ как один кулак все в шоке были помните да что там и там пример вот кыргызстан это был пример поэтому вот но есть одно но тогда все блин вот мы когда говорим про тоже регионализм тогда все плохо когда все хорошо как только все хорошо начинается внутренний распри там корызы между собой север юг какие-то еще какие-то клановые вот странно да когда все плохо все объединяются когда все хорошо казалось бы наоборот мы должны страну поднять наоборот начинается внутренний распри какие-то вот раздел какой-то недоверие поэтому то что мы говорим может ли стать другая национальность во главе страны если опираться на эти два факта на сплоченность на то есть мнение народа как бы он отдает вероятие а тот факт что все-таки традиции имеют немаловажную роль устои традиции это нереально тут есть такие большие проблемы абсолютно абсолютно или нет там еще разделены то есть лидерство одна часть а вот пример что менеджерская другая часть вот вот мне вот с языка сняли есть понятие лидерство есть понятие менеджерство ни для кого не секрет комментарии читаю вот мэр будущим мэром стань вот мэр это совсем другая должность это лидерство это совсем другие функционалы мэра мэр должен быть лидером мэр должен притаскивать бюджет мэр должен решать вопросы на другом уровне а вот менеджерство с кем я себя позиционирую вот я же говорю я там кризис менеджер это менеджерство выйти какие-то реформы делать на пехоте поработать город очистить улучшить наладить вот это все менеджерство а мэр это политическая фигура мы должны к нему ходить и говорит шеф вот здесь у меня тупик и он это поможет протащить мэр это должен быть такой сильной фигуры поэтому когда мне там пишет раме это не потому что я сейчас пытаюсь с мэром подружиться у меня прекрасное отношение это правда то есть вы знаете не всегда хороший сотрудник он руководитель не всегда говорят вот да простят мне врачи говорят плохой врач главврач он умеет управлять может быть он сам врач не умеет операции делать либо лечить людей но он супер управленец управление это совсем другое менеджмент совсем другое менеджмент другое лидерство ну раме очень классно побеседовали спасибо за то что вообще вы есть такой какой вы есть за вашу энергию стремление волю раньше как говорили самое ценное это вся экономика упирается во время сейчас взгляда тоже меняется подходы профессионализм меняется сейчас даже даже не время самый главный актив а энергия оказывается грамотная энергия которая точная нужная русла направлена и из-за этого я думаю благо есть такие люди носители такой мощной энергии которые делают изменения и рахмат что выделили время пришли поделились со мной с нашей аудиторией своими мыслями подходами решениями и даже провалами и я уверен что у вас еще есть какие-то мысли которые хочется сказать для нашей аудитории в виде месседжа и потом мы можем в принципе закруглиться если только у вас нет других мыслей там как-то дальше продолжить что я хотел бы ответить за последний год у меня очень много было интервью очень много было различных тем для обсуждений но вот такого подкаста чтобы я вспомнил свой пятый класс и третий класс это для меня честно говоря шок то есть я еще и по образованию психолог но для меня шок офигенный подкаст офигенный я с удовольствием пошел бы еще раз но либо в другом амплуа либо поиск какого-то времени чтобы инфоповодом да обязательно инфоповод был а через зрителям я хотел обратиться к зрителям которые будут смотреть это все я правда сегодня получил другое интервью совсем другое интервью она касалась моей работы но в основном еще много было других темы затронутся я правда попытался быть честным я сказать правду насколько это правда или нет это покажет время а также ваше личное восприятие вам спасибо что пригласили рахмат ну очень много полезной информации полезных мыслей было будешь сам может еще раз может и на другой канал по идее мы сегодня собирались побеседовать в формате подкаста на крыльском языке кстати правильно можно следить на крыльском языке да опять же это в комментариях мы учтем и может не в течение месяца может в течение квартала но будешь сам может еще и на крыльском проведем рахмат рахмат рамис классно побеседовали друзья это был классный гость рамис алиев и нурлан мирзаматов были точнее а был выпуск на лайс подкаст до скорых встреч друзья пока пока так пока 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 Продолжение следует...